21 апреля 58-го. В городе Флаги. День рождения Владимира Ильича. И у меня Флаги в душе. Сегодня я много часов провела с Анной Андреевной. Сбылась моя мечта. Она прочитала, и ей не не понравилось. Анна Андреевна приехала ко мне и прочитала «Спуск под воду». Повесть эта, написанная в 1949-1957 годах, долгие годы существовала лишь в единственном экземпляре и хранилась вне дома. После 20-го съезда я переписала ее на машинке в четырех экземплярах и осмелилась показать друзьям. В 1972 году она вышла в свет в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова, что послужило одной из причин полного запрещения не только печатать мои вещи на родине, но даже упоминать мое имя. Книга переведена на многие языки мира, а в Советском Союзе вышла впервые в 1988 году в сборнике Лидия Чуковская «Повести. Москва, московские рабочие». Я поехала на Ордынку часа в два, привезла ее к себе и только вечером отвезла домой. Чуть ли не целый день мы провели одни. Она прочитала, потом говорила со мной «Обо мне» и «Не обо мне». Как это у нее в стихах точно названо? Хоть и по другому поводу, а точно. Дружбы, светлые беседы. Что осталось бы от нашей жизни, от жизни всех нас, без этих бесед, особенно от моей жизни, оледенелой? Постылый быт, постылая работа для денег и без отклика. Постылый двор чудес и вечный страх за тех, кого любишь, маленьких и больших. Безвестные могилы и поминальные дни. Но существует и в моей жизни, и в каком изобилии, несокрушима и верна души высокая свобода, что дружбою наречена. И потому я не в праве жаловаться. Я приехала на Ордынку в такси. Анна Андреевна была не готова, машина строго тикала внизу, но она не торопилась. В халате спокойно пила кофе в столовой и ела свой творог. Спешить это ей вообще не свойственно. Выпила две чашки, потом ушла переодеваться к себе. Что говорит? Ваши солдатские восемь минут. Солдатские восемь минут длились, разумеется, все штатские двадцать. И вот она у меня. Сидит в моем кресле, за моим столом, под моей зеленой лампой. Ее седина, статность, спокойствие, плечи, движение рук, повороты головы, здесь, в мирном кругу, настольного света. Она зоркая. Читает, не наклоняясь над страницами и не поднимая их к глазам. Переворачивает прямым мизинцем листы. Умные зеленые глаза легко бегают по строчкам. Лицо неподвижно. Ничего не угадать. Я в своем углу. Пытаюсь готовиться к семинару молодых. Семинар молодых детских писателей руководил в том году Лев Кассиль. Я же, как член бюро детской секции, должна была тоже читать рукописи и высказываться. Одна рукопись бездарни другой, словно нарочно произведен невидимой рукою, отбор наоборот. Послать бы Тусю или Шуру по городам и селам. Каких чудес они оттуда навезли бы. Впрочем, мне было не до чтения чужих рукописей. Я все пробовала прочесть на лице у Анны Андреевны, что думает она о моей. Не находя себе места, я оттащусь на кухню и там что-то преждевременно грею и приготовляю. Посередине чтения Анна Андреевна вдруг просит меня найти иностранную литературу номер третий с какой-то статьей о Фолкнере. Зачем бы это? Надоела моя повесть? Я нахожу номер, но тревога бьет и колотит меня, и я не в состоянии разобраться в оглавлении. Сижу в своем углу, смотрю на нее и думаю о том, как постыдно мало сделано мною, хотя Бог позаботился спасти меня и с молоду послал мне учителей небывалых, Тусю и Самуила Яковлевича, Корнея Ивановича и Анну Андреевну. Были, были на то извинительные причины, но у кого их нет? Талант и воля преодолели бы все. И вот конец. Перевернута последняя страница, она прочитала. Я сажусь напротив. Она говорит немногословно и точно, говорит и о мелочах, и об общем, не отделяя одно от другого подряд, не дает при этом вещи никакой общей оценки. Я не спрашиваю. И Софье, ведь она не давала, а любит ее, утешала я себя. Нравится все фонарное. То есть все, относящееся к вставной новелле фонари на мосту. Новелла изображает случай, которому я сама была свидетельницей. В 37-38 году в зале большого дома, проявляя заботу о матери и ребенке, женщинам с детьми было дано право стоять после каждой четвертой, и таким образом они попадали в заветный кабинет быстрее, чем остальные. Позади меня стояла молодая финка с трехмесячной девочкой на руках. Девочка умерла тут же в зале, но мать из очереди не вышла, не желая терять свою привилегию. То, что после фонарного, лучше, чем то, что до. И я это чувствую, но в чем причина, не понимаю. Нельзя сказать «поднялась уходить, прилегла полежать». Верю ей, но не слышу. Вот беда. Все, что о стихах, хорошо. И о процессе творчества. Хорошо об огне. Анна Андреевна имела в виду строки, следующие в моей повести за размышлением о том, как рождается книга. Книга была мною, замиранием моего сердца, моей памятью, которая никому не видна, как не видна, например, мигрень, болевая точка у меня в глазу, а станет бумагой, переплетом, книжной новинкой. И если я бесстрашно буду совершать погружение, чьей-то новой душой. Это то же самое, подумалось мне сегодня, что роща. Да-да, березовая роща, которая сейчас шумит вершинами в небе, а потом сделается дровами, потом сгорит в печи, а потом, потом согреет кого-то, кто станет глядеть в жаркий огонь. Хорошо. Роща была полна его ожиданиям. Его ожиданиям была до краев полна роща, и, бережно ступая по тропинке, я слышала течение минут, которые он отчитывает у себя в комнате. Хорошо. Других понимальщиков, кроме нее, у меня не осталось. Для времени, которое я пыталась изобразить, характерны были такие, порождаемые страхом черты. Разобщенность людей, непонимание происходящего и совершенная путаница в умах. Открыто по душам. Каждый разговаривал с одним или двумя друзьями, не более. В моей повести героиня сообщает об одной своей приятельнице. С ней я могу говорить обо всем. Других понимальщиков, кроме нее, у меня не осталось. «Хорошо. Тот режиссер, который поставил мой сегодняшний день». В повести описывается день, когда на прогулке случайно встреченные люди рассказывают героине один ужас за другим. Анна Андреевна имела в виду такой отрывок. «Домой мне было рано. Я пошла по дороге к шоссе. Я полагала, что на сегодня с меня хватит. Но тот режиссер, который поставил мой сегодняшний день, решил иначе». И далее рассказывается еще об одном только что сообщенном ужасе. «Хорошо для будущих братьев». «Нет, моей памяти никто не позволит превратиться в книгу. Зачем же я совершаю свой спуск? Я хочу найти братьев, не теперь, так и в будущем. Все живое ищет братство. И я ищу его. Пишу книгу, чтобы найти братьев, хотя бы там, в неизвестной дали». Потом Анна Андреевна взяла в руки иностранную литературу, мгновенно нашла нужную статью и прочитала мне оттуда строки о процессе творчества. Он, Фолкнер, дает читателю не только зрелые плоды своего творчества, но словно раскрывает перед ним самый процесс творения, процесс производства, склады беспорядочно нагроможденного сырья и весь ход черновой обработки, показывает и, собственно, технологические процессы, весь путь превращения заготовки и возникающие при этом отходы и мусор. Статья, цитируемая Анной Андреевной, была первой доброжелательной и добросовестной попыткой познакомить советского читателя с Фолкнером. До тех пор советская печать либо замалчивала, либо осуждала его. — Вот и у вас об этом же идет речь, — сказала она, — и у меня в Решке. Творчество как предмет изображения. Но что за странная статья? Я долго трудилась, прежде чем из нее извлекла нечто. Читатель обязан быть прилежен и трудолюбив. Я читала, читала, читала. Меня очень интересует Фолкнер. И все какие-то обиняки. Но, в конце концов, статью есть из-за чего читать. Она питательная. Хотя построена она по принципу еврейского анекдота. Вы знаете, как делают творог? Берут вареники и виковиривают. Когда разговор о спуске под воду был окончен, и мы пообедали, Анна Андреевна вдруг сказала, — дайте, пожалуйста, ту пачку. Та пачка — это кусок из трудов и дней Гумилева, пачка, которую когда-то, еще до войны в Ленинграде, Анна Андреевна дала мне на хранение. В прошлый раз она лишь мельком взглянула на эти листки и не взяла их с собой. Я знаю, она издавна составляет труды и дни Гумилева вместе с одним из своих друзей, исследователем жизни и поэзии Николая Степановича, Павлом Николаевичем Лукницким. Теперь, сидя у меня, она внимательно разглядывала каждый листок. Я опять уселась в дальнем углу читать своих графоманов, но она каждую минуту отрывала меня. Да тут сокровище! Вот, читайте. Оказывается, О напечатала где-то в Париже, будто Николай Степанович относился к стихам Анны Андреевны как к рукоделию жены поэта. О, это Ирина Адоевцева. Но у меня ошибка. Как я поняла теперь, говорила тогда Анна Андреевна не про мемуары самой Адоевцевой на берегах Невы, которые начали появляться позднее, а про воспоминания ее мужа Георгия Иванова «Петербургские зимы», Париж, 1928 год и Нью-Йорк, 1953 год. Про воспоминания, написанные, как полагала Анна Андреевна, со слов Адоевцевой. Впоследствии, в 1962 году, в письмах к ранниту Анна Андреевна отозвалась мемуара Георгия Иванова, а также о книге Леонида Страховского, о котором речь была выше, еще категоричнее и выразительнее. «Я предупреждаю вас, что писаниями Георгия Иванова и Страховского пользоваться нельзя. В них нет ни одного слова правды. И. Мне было приятно узнать, что вы держитесь того же мнения, что и я относительно Георгия Иванова и Страховского, и, следовательно, мне не придется, прочтя вашу работу, еще раз испытать ощущение, описанное в последней главе «Процесса Кавки», когда герои ведут по ярко освещенной и вполне благоустроенной Праге, чтобы зарезать в темном сарае. Теперь, когда опубликованы записи Оксмана о его встречах с Ахматовой, следует к предыдущему добавить. Георгий Иванов сознательно фальсифицировал свои мемуары и даже не скрывал этого в разговорах с друзьями. Рассказывал по словам Оксмана Адамович Анне Андреевне в Париже в 1965 году. А тут в пачке содержится опровержение. Анна Андреевна произнесла об этих заграничных мемуарах гневный монолог. Так он думал вначале, а потом, когда он уехал в Африку, вернулся, и я ему прочла стихи из будущей книги «Вечер», он переменил свое мнение. У него романс «О» был в начале двадцатых. Он тогда был сильно уязвлен нашим разводом. Кроме того, она из него кое-чего по-женски выдразнила. Но вот посмотрите, письмо ко мне уже два года в разрыве. Никаких между нами Зефиров и Амуров. И вот читайте, что он пишет. Показала отрывки. Хвалит приморскую девчонку. Она пьянит меня. Утверждает, ты не лучшая русская поэтесса, а крупный русский поэт. Она попросила листочек бумаги и выписала библиографическую ссылку на какую-то статью, где Гумилев пишет. Ахматова захватила всю сферу женских чувств. И все поэтессы должны пройти ею. С точностью строки из статьи Гумилева «Орион» читаются так. Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний. И каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее творчество. Газета «Жизнь искусства», 1918 год, номер 4. Что касается других суждений Гумилева о поэзии Ахматовой, цитируемых здесь, то они содержатся в двух письмах Николая Степановича Канни Андреевне. В одном, 1913 года, о стихотворении «Вижу выцветший флаг над таможней». Бег времени четкий. Во втором, 1915 года, о стихотворении «Ведь где-то есть простая жизнь и свет». Бег времени белой стая. О первом Гумилев пишет. «Я весь день вспоминаю твои строки о приморской девчонке. Они мало того, что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано, так много. О втором, да не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт». «Вижу выцветший флаг над таможней и над городом желтую муть. Вот уж сердце мое осторожней замирает и больно вздохнуть. Стать бы снова приморской девчонкой, туфли на босу ногу надеть и закладывать косы коронкой и взволнованным голосом петь. Все глядеть бы на смуглые главы Херсонесского храма с крыльца и не знать, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца». «Да, тут сокровища», — повторила Анна Андреевна, «семь писем Иннокентия Анинского к Маковскому, а я думала, все погибло. Что ж, она позабыла, что дала эту пачку мне на хранение в сорок первом году. Ни разу не осведомилась за все восемнадцать лет». «Нет, не забыла», — ответила Анна Андреевна на мой прямой вопрос. «Но я думала, раз вы молчите, значит, погибла. Обыски, война, блокада, эвакуация. Я не знаю, где вы ее хранили, но вы или не вы имели полное право сжечь ее». Я была очень тронута такой деликатностью. В своих предвоенных записках об Анне Андреевне я не решилась рассказать об одном происшествии, случившемся, если мне не изменяет память, весною 1941 года. Я знала, что за мной и за моей квартирой следят, ждала обыска и ареста. Со дня на день. И старалась навещать Анну Андреевну пореже, об этой паре моей жизни смотрите главу в промежутке, записке том 1. Но иногда все-таки я навещала ее. Однажды, движением отчаяния, Анна Андреевна протянула мне какой-то пакет, затем написала на клочке несколько строк, и когда я прочитала их, сожгла в пепельнице. Точного текста не помню. Смысл же такой. Если я не возьму пакет, она вынуждена будет бросить бумаги в фонтанку. Деть их ей некуда. А держать дома нельзя. Я кивнула. Сунула в портфель, завернутую в газету пачку квадратных тетрадного размера листков, и простилась. Спускаясь по лестнице, подумала, что же это я делаю? У нее нельзя, да ведь и у меня нельзя. Я дошла до ворот и вернулась, рассказать Анне Андреевне все о новых своих злоключениях и отдать пакет ей. Она не упрекнет меня, думала я, убыстряя обратный шаг. Но... И тут шаг мой замедлился. Мало ли у нее тревог. Теперь станет одной тревогой боли. Уже дойдя почти что до порога лестницы, я снова вернулась к воротам и вышла на фонтанку. Надо было решать. Домой ни в коем случае. И как назло, ни одно надежное имя не приходило на ум. В эту минуту на набережной показалось такси. Не очень частое явление в ту пору. Я порылась в сумочки и помахала рукой. Если за мной следят, машина даст мне возможность на некоторое время скрыться из глаз. А в машине обдумаю, как быть дальше. Я велела шоферу ехать на Петроградскую, объехав предварительно Марсово поле. Пусть перевезет на ту сторону, там невидимкой, пересяду в трамвай, а по дороге решу. В самом деле, думала я, ведь Ленинград — мой родной город. Здесь столько моих сверстников, одноклассников, однокурсников, столько сотрудников редакции, где я работал 11 лет, столько друзей по тюремным очередям. Неужели сейчас никого не найдется, кто снимет груз с моих плеч и примет на свои? В машине меня осенило имя Мария Яковлевна Варшавская. Имя оказалось угаданным верно. Сквозь террор, войну, блокаду, эвакуацию, сквозь новые и новые спазмы террора пакет сохранился. Был возвращен мне в 1958 году, а мною — Анне Андреевне. У этой истории забавный конец. Представь себе, — сказал мне весною 1958 года мой брат Коля, друживший с Лукницким, — Павел Николаевич счастлив. К нему внезапно вернулся кусок жизнеописания Николая Степановича, который в течение многих лет считался безнадежно утраченным. «Да что ты!» — вот чудеса, — ответила я. И мы вместе от души порадовались находке. В этот день удалось мне угодить Анне Андреевне и ее фотографиями. Я посылала одному вятскому кудеснику на воскрешение ее маленькие ташкентские снимки, подаренные ею мне когда-то, на одном надпись карандашом «Моему капитану Л.К.Ч.» Капитаном она меня прозвала в дороге из Чистополя в Ташкент. Волшебник совершил свое чудо. Карточки прояснились, и теперь Анна Андреевна с большим удовольствием их рассматривала. На одной чудесно вырепленная голова, профиль с челкой, глаза опущены, а другая — анфас. Глаза поднятые, сияющие, кажущиеся огромными. Такие редко у нее бывают. На самом деле глаза у нее пронзительные, но небольшие. «Подумайте, даме 53 года, а еще видно, чем она была», сказала Анна Андреевна. «Видно, в чем, собственно, было дело. Я их возьму» и спрятала карточки в сумку. Теперь эти фотографии разлетелись по разным изданиям мира. У нас, например, в Большой библиотеке поэтов сборники узнают в воспоминаниях и, в частности, на страницах этого тома. А за границей, например, во втором томе двуязычного полного собрания стихотворений Анны Ахматовой. С датой фотографиям не повезло. На самом деле обе сделаны в один и тот же день 1942 года. Анна Андреевна спросила у меня, читала ли я статью Виктора Ефимовича о стихах. Я сказала нет, но Сергей Львович Львов говорил мне о ней с возмущением и собирается выступать в печати. Разделяя его неудовольствие, поэт, видите ли, не имеет права сказать «зеленый переполох травы». Да ведь это и есть поэзия. И зачем Ардов вмешивается? Все знают, что я живу у Нины и теперь будут думать, что это я его подучила. Я ответила, что вряд ли найдутся такие дураки. Но почему она хоть не отговорила его? Он не сказал ни слова, ни мне, ни Нине Антоне. Ахматова имеет в виду строки и стихотворения Александра Коренева. Верят птицы в сень за деревьями и в зеленый переполох. Лес растет, не заботясь о времени, отмеряемом тенью стволов. Весьма неодобрительно отозвался обо всем сборнике, в частности, об этих строках Ардов в статье «Печальная эстафета». Литературная жизнь за 18 апреля 1958 года. Со статьей, опровергающей мнение Ардова, выступил критик Сергей Львов в защиту поэзии. Там же 11 мая 1958 года. Заговорили о Зощенко. Михаил Михайлович был у нее. Он оставляет впечатление психически больного. Бедный Мишенька. Он не выдержал второго тура, повредился. Мания преследования и мания величия. Разговаривать с ним нельзя, потому что собеседника он не слышит. Отвечает не в попад. Сейчас я вам расскажу, по какой схеме происходит каждый разговор. «Я буду Зощенко, а вы — вы. Спросите у меня что-нибудь. Я Михаил Михайлович». «Вы собираетесь летом куда-нибудь за город?» спросила я. Горький говорил. «Медленно, торжественно, по складам», отвечала Анна Андреевна, «что я великий писатель». 22 апреля 1958 года. С этого места я начинаю вводить свои записи об Анне Ахматовой, «Все упоминания о Пастернаке», в изобилии, встречающиеся в моем общем дневнике. Это необходимо, чтобы избежать пересказа наших тогдашних разговоров. В том роковом для Пастернака году мы говорили о нем постоянно. Поднимаясь по лестнице к деду, я на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. И сразу наверху голос, горячий, глуховатый, страстный голос Бориса Леонидовича. К сожалению, у деда были Ираклий, которого не терпит Пастернак, Оля Напельбаум и Наталья Константиновна Тринева. Так что мое свидание ни с дедом, ни с Борисом Леонидовичем в сущности не состоялось. Ольга Моисеевна Напельбаум, Грутцова, 1904-1982 годы жизни, критик, автор рецензий, статьи, мемуаров. В конце 50-х годов часто навещала Корнея Ивановича в Переделкине. Корней Иванович был знаком со всей семьей фотографа Напельбаума, 1869-1958 годы жизни, еще по Петрограду. Но с дедом я рассчитывала вечером увидеться наедине, а сейчас во все глаза смотрела на Бориса Леонидовича и слушала во все уши. Я зашла на середине монолога. Как всегда, запомнить бурный водопад его речи оказалось мне не по силам. Словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницей один за другим, один уничтожая другой. Зрительное сравнение здесь, пожалуй, более уместно. Они шли, подобные облакам, которые только что напоминали глазу, гряду скал, а через секунду превращались в слона или в змею. Он говорил об искусстве. Я застала конец. Ара-бендранати-то горе, по-видимому, бронил. О письме, полученном им на днях, извильно от какого-то литовца, который его, Пастернака, призывает срочно устыдиться романа по причине успеха на Западе. Бронил Пастернак или, напротив, хвалил, рбендраната Тагора, я точно не поняла. Могло быть и то, и другое. Быть может, отношение к нему у Пастернака менялось, и в разное время было разное. Переведены Пастернаком восемь стихотворений Тагора. В письме же к секретарю бенгальского поэта, в письме, цитируемом Рожковским журнале «Вопросы философии», 1990 год, номер восьмой, Борис Леонидович писал «Строки Тагора о жизни и флете. Ваши новогодние открытки взволновали меня». Перевод этого стихотворения в седьмом томе сочинений Тагора. Моё первое впечатление было, что выглядит, Борис Леонидович, отлично. Загорелый, глазастый, моложавый, седой, красивый. И, наверное, от того, что он красив и молод, печать с трагедии, лежащая в последние годы у него на лице, проступила сейчас ещё явственнее, не утомлённость, не постарелость, а трагедия, судьба, рок. И ещё новизна. Его отдельность от всех. Он уже один. Он ото всех отделён. Чем? Сиянием своей гениальности? Но это мощное и щедрое свечение сходило от него всегда. Чем же? С судьбой, роком, обречённостью. По-своему, на свой манер, лицо у него, вопреки загару и здоровью, не менее страшное теперь, чем у Зощенко. Но, глядя на того, сразу замечаешь болезнь. Михаил Михайлович худ, не уверен в движениях. У него впалые виски и жалкая улыбка. Он полуразрушенный, полужилец могилы. А Борис Леонидович красив, моложав, возбуждён, голосист и... гибель на лице. Впрочем, подсев ко мне поближе, понизив голос, он пожаловался не на что иное, а именно на болезнь. Болит нога. Сильно болит? спросил я. Да. Зачем же вы выходите в такую мокрую погоду? Это боль больше погоды, больше всего. Погода перед нею мелочь. Он взял у деда Light in August Фолкнера. Шумно и весело простился с хозяином и гостями и вышел. Я проводил его до ворот. Он спешил. 24 октября, 58-го. Из советского писателя отказ выпустить сборник моих статей. Сборник дошёл до Карповой, миновав благополучно эту грязную отмель и разбился о железобетонную плотину, чьё имя Лисючевский. Предлоги самые дурацкие и легко опровержимые. Буду бороться. Сборник моих критических статей так никогда и не вышел. Лисючевский, директор издательства «Советский писатель». Карпова, главный редактор. 25 октября, 58-го. Нет, не стану. Всё это неинтересно, ничтожно. Ах, как и тебе, прель, мне смерть, как приелось жить. Опять это старая скука, опять они, всё те же пустые слова, хуже, чем пустые, удушливые. И Федин туда же, и Твардовский туда же. Сноска. Травли Пастернака из-за Нобелевской премии началась 25 октября 58-го года с появлением литературной газеты статьи под угрожающим заглавием «Провокационная вылазка международной реакции». В том же номере газеты было помещено письмо, адресованное Пастернаку редакцией журнала «Новый мир» ещё два года назад, в 56-м году, когда журнал редактировал Симонов. У Пастернака с Симоновским «Новым миром» был договор, и письмо служило обоснованием отказа напечатать представленную рукопись. Новая редколлегия, руководимая уже не Симоновым, а Твардовским, в небольшой статье, сопровождавшей прежнее письмо, характеризовала отказ как правильный, но излишне мягкий, не выражающий то меры негодования и презрения, какую вызывает в них членах новой редколлегии, нынешняя постыдная антипатриотическая позиция Пастернака. Федин был членом обеих редколлегий и при Симонове, и при Твардовском. Конец сноски. Чем они лучше Льва Успенского? Как можно сейчас выступать с порицанием романа, хорош ли он или дурён, на тех же страницах, где провокационная вылазка. Утром страшно мне раскрыть лист газетный. Строки стихотворения Блока «Как растёт тревога к ночи». 26 октября 58-го. Длится пастернаковская страстная неделя. Сегодня, правда, спустила на пастернака Заславского. Этот публичный мужчина из тех, кто торгует красой своего слога, если воспользоваться терминологией Герцена, призван, видите ли, напомнить пастернаку он пастернаку о совести, о долге перед народом. Всё тонет в фарисействе. Всё это уже давно нашло своё изображение в 66-м сонете Шекспира и в Гамлете Бориса Леонидовича. Где-то он сейчас что с ним, каково ему. Глядят на меня с газетных страниц кавычки. Излюбленный знак того жаргона, на котором изъяснялись у нас журналисты палачествующего направления. Так и вижу сквозь десятилетия деятельность в кавычках, группка в кавычках, школка в кавычках, теперь награда в кавычках, мученик в кавычках. Только два слова «враг народа» всегда употребляли без кавычек. И еще два «внутренний иммигрант». Звонила в Переделкино. Дед заболел. Спазм сосудов мозга, давление сильно повышено. Его уложили в постель, запретили ему работать. Самое для него трудное. 27 октября 58-го. «Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным статьей Заславского?» В 1938 году был у меня один спор с Гешей. Ощущает ли человек, когда его бьют в кабинете следователя, оскорбленность? Или одну только боль? Я говорила «Да, ощущает оскорбление». Геша говорил «Нет». Геша Герш Исакович Ягудин «Представь себе», объяснял он, «что ты идешь по улице и тебя за ногу кусает собака. Рана глубокая, укус гноится, у тебя гангрена, ты страдаешь, ногу отнимают, ты остаешься калекой. Естественно, ты чувствуешь себя несчастной, но оскорбленный ли?» «Оскорбить человека может», говорил он «только человек». Кирпич, упавший на голову, наносит рану или смерть, но не наносит оскорбления. Заславский рядом с Борисом Леонидовичем, да и просто с любым порядочным человеком, всего лишь собака, науськиваемая «на». Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным? «Да». «Я думаю, может». «Потому что Заславский, какой бы он там ни был, все-таки человек, и потому что побои эти наносятся словом, и слова читают не собаки, не кирпичи, а люди». Звонила в Переделкино, деду хуже, давление не снижается, сна нет. Не потому ли, что там побывал Коля и заразил его общим страхом, царящим в Союзе писателей, и своим собственным в придачу, за то неловкое положение, в которое попал дед. Я-то считаю, что дедовым поступком, совершившимся вполне естественно, следует гордиться. А как думает Коля, Бог весть. После большого успеха романа «Балтийское небо» 1954 год, мой старший брат, писатель Николай Чуковский, был избран ни то в правление, ни то в президиум Союза писателей, точно не помню. С тех пор все мои выступления в печати или с трибуны постоянно представлялись моему брату чрезмерно резкими, необдуманными и даже опасными. Опасными для изданий и переизданий книг его и Корней Ивановича. Не раз он очинял мне выговоры по телефону. В городе мы почти не встречались и сосовществовали мирно, с полным взаимным доброжелательством. Только под переделкинской крышей нас по-прежнему связывала память об общем детстве и любовь к отцу. В тот день, когда сделалось известно, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Корней Иванович, взяв с собой Люшу, отправился поздравить нового лауреата. Во дворе стояли машины иностранных корреспондентов. Когда Корней Иванович целовал руку Зинаиде Ивановне, а Борис Леонидович обнимал Люшу, когда потом все четверо подняли бокалы в честь премии, корреспонденты защёлкали аппаратами. В ближайшие дни фотографии оказались напечатанными во многих иностранных журналах. Корней Иванович в любую минуту мог ожидать, что Союз потребует его к ответу. Это сильно тревожило моего брата, и я опасалась, что своей тревогой он заразит Корней Ивановича. Боялась я новых стал подвержен Корней Иванович последние годы. В настоящее время фотографии, сделанные в тот день, печатаются и в нашей стране. К вечеру в городе распространился слух. Пастернак исключён из Союза писателей. Какой-то президиум собрался и исключил. Или правление. Чёрт его знает. У нас сейчас много правлений, я не в состоянии запомнить что, что и кто где. Но, как бы то ни было, я член Союза, стало быть, я исключила его. Когда исключали Ахматову, мне было легче. Не потому, упаси Боже, что мы тогда после ссоры ещё не начали снова встречаться, и не потому, что я любила её поэзию меньше, чем стихи Пастернака. Нет. Речь Жданова меня оскорбила, унизила. За неё, за нас всех, за Россию. Но тогда мне было всё-таки легче, я не была ещё членом Союза. А теперь, теперь, я тоже в ответе. Пастернак называл меня своим другом. У меня есть его фотография с надписью «Большому другу моему». Он возил меня на чтение своего романа, он доверял мне. Да если бы и не друг, какая огромная часть созданного им мира стала моей. постепенно становится мной. Не становится стало и отплытие, и приедается всё. И не как люди, не еженедельно, и речь Шмидта, и я тоже любил, и она жива ещё, и вся сестра моя жизнь, и рослый стрелок-осторожный охотник, и в больнице всего не перечесть. И август, и гамлет, и стихи из романа. 28 октября 58-го. С утра встревоженной состоянием деда я поехала в Переделкино. Он лежал у себя на диване, укутанный одеялом по самое горло, балконная дверь полуоткрыта, глаза несчастные, потому что работать нельзя, и три ночи не спал. И, конечно, Пастернак, Пастернак. Думает он, разумеется, только о том, что случилось. Эти мысли подняли давление, лишили его сна, уложили в постель. Не знаю, известно ли ему уже, что Пастернак вчера исключен из Союза. Спросить, узнать, посоветоваться, утешить нельзя. Для меня, когда приходит несчастье, одно спасение — погрузиться в него, тогда я скорее вынырну. Для него наоборот. делать вид перед собой и другими, будто ничего не случилось, и главное, чтобы его отвлекали. Для меня в такие часы всякое отвлечение оскорбительно. Для него единственный способ излечиться. Помню, как жестоко он страдал, когда исключили Ахматову и Зощенко, но говорить об этом несчастье при себе запретил, хотя я приглашал к себе погостить в пору их бедствия и Михаила Михайловича, и Анну Андреевну. А Михаил Михайловичу я сама передавала от него деньги. Но когда случилось, требовал, чтобы ни слова при нем. Сев возле, я начала болтать нечто невразумительное о Лешинах успехах в институте. Он слушал, сдавал вопросы. «Не почитать ли тебе?» спросил я. Обыкновенно он в последние годы отказывался от моего чтения из-за моих проклятых больных глаз. Но тут согласился. Верно, очень уж устал. Я читала ему вслух какой-то роман Томаса Гарди из середины, с того места, где кончила Клара, не понимая ни единого слова, но с толком, с чувством, с расстановкой. Он сначала будто вслушивался, потом опустил веки. Я отмахала еще страницы три и вгляделась в него. Как столько раз взглядывалась в это засыпающее лицо в детстве. Спит, притворяется, хочет, чтобы я ушла. Иди, иди, Ледочек, я сплю, пробромотал он, и я вышла. Спустилась, побродила по мокрому саду и вдруг поняла, что я сейчас сделаю. Пойду к Пастернаку. Я с жадностью хватилась за эту мысль. По ту сторону нашей улицы, между нами и воротами Сельвинских, у обочины стояла машина. Победа, что ли? Она и утром, когда я пришла со станции, была тут же. Я еще подумала тогда, вот кто-то приехал мешать деду. Надо не пустить, а может быть это к Сельвинским? И сразу же забыла про нее. Сейчас я рассмотрела четырех одинаково одетых мужчин, погруженных в чтение одинаково раскрытых газет. На меня они даже не взглянули, но, идя своей дорогой к шоссе, я все время чувствовала затылком провожающие меня четыре пары глаз. Я свернула на шоссе, потом на улицу Пастернака, имеющую наглость именоваться улицей Павленко. Тут за поворотом я им уже не могла быть видна. Зачем они там торчат? Объект наблюдения дедова дачи? Вряд ли. На Пастернаковской дороге пусто, никого. Заборы слева, канава и поле справа, бесконечно тянется Фединский забор. Я никогда не думала, что он такой длинный. Что я скажу Борису Леонидовичу? Как перенесу сегодня обычную грубость Зинаиды Николаевны? Сегодня этот короткий путь казался мне удивительно длинным. Я шла мимо глухих заборов по пустой дороге, мимо канавы и поля. Кругом никого. Но, к стыду моему, страх уже тронул меня своей лапой. Я чувствовала, что не они, а я сама уже подозрительно кашусь на кусты, на канаву, на знакомую тропу, пересекающую поле. Так, наверное, ходят люди по дорогам оккупированной местности. Все свое, родное, знакомое и, в сущности, ничем не измененное. Оно вдруг становится источником страха. Подходя к воротам, я каждую секунду ожидала окрика «Стой!». Как я узнала впоследствии от Вячеслава Селыча Иванова, прямо напротив дачи Пастернака в этот день и еще два-три дня спустя, дежурил Виллис, оснащенный подслушивающими приборами. Стоял он по другую сторону поля, мимо которого я шла, то есть довольно далеко, потому я его и не видела. Через несколько дней я написала стихотворение 28 октября 1958 года, напечатанное впервые в Париже в сборнике моих стихов «По эту сторону смерти» в 1978 году, затем на родине в журнале «Горизонт» в седьмом номере за 1990 год. Привожу его. «Я шла, как по воздуху, мимо злых заборов, под свинцовыми взглядами нет ни дул, а глаз, не оборачиваясь на шаги на шорох. Пусть не спасет меня Бог, если его не спас. Войти и жадно дышать высоким его недугом. Десять шагов до калитки и нет еще окрика «Стой!» С леса вместе дышать, с соцепенелым лугом, как у него сказано, первенством и правотой». Толкнула калитку, вошла. Во дворе пусто. Я подалась к боковому, правому, кухонному крыльцу. «Дома, Борис Леонидович?» «Дома». Работница побежала сказать ему и, вернувшись, объявила. «Идите через двор, он вышел вам навстречу». Он в самом деле шел по двору, вглядываясь в меня и не узнавая, серая куртка, серые брюки, заправленные в сапоги. Узнав, убыстрил шаг и обнял меня. «Исключили?» спросил он. Я кивнула. «В газетах уже речи и...» «Все?» «У нас еще не было почты». «Нет, только самое постановление». Я поглядела мельком. 28 октября в «Литературной газете» было сообщено, что 27-го состоялось заседание Президиум управления Союза писателей СССР, Бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиум управления Московского отделения Союза писателей СССР. На этом заседании Пастернак и был исключен из Союза. Он повел меня в дом. Помог снять пальто, мы вошли в комнату налево, маленькую, где только рояль, а на стенах рисунки отца. Усадил меня, принес другой стул и сел прямо напротив. В ясном дневном свете я увидела желтоватое лицо, блестящие глаза и старческую шею. Он заговорил, перескакивая с предмета на предмет и перебивая себя неожиданными вопросами. Как вы думаете, и Лене они сделают худо? Как вы думаете, у меня отнимут дачу? Рассказал, что вчера поехал в город с намерением явиться на собрание, но в городе ему сказал кто-то, будто состоится общее собрание, и он решил не идти. На это сил нет. Наспех написал записку, что не может прийти, потому что почувствовал себя дурно. Что отказывается от премии в пользу Комитета мира. Что просит дать ему время, недели две, чтобы обдумать свое положение. Но что он решительно не согласен считать честь ему оказанную позором. Едва ли успел вернуться в Переделкино, приехала на машине литфондовская докторша. Как вы думаете, почему они ее послали? Потому что я написала о своем нездоровье. Послали врача лечить, «Да, по-видимому», сказала я без уверенности. «Это называется беспощадность к врагу в сочетании с заботой о живом человеке». «А мои близкие говорят, это была проверка. В самом ли деле я болен? И что же оказалось? Давление повышено. А знаете, сказал он с раздумьем, взяв меня за руку и близко заглянув мне в глаза. Мои друзья Ивановы говорят, что мне следует уехать отсюда в город, потому что здесь на улице может кто-нибудь запустить меня камнем». Он вскочил и остановился передо мной. Ведь это вздор, не правда ли? У них воображение расстроено. «Вздор», сказал я решительно. «Совершеннейший вздор». Как это может быть? В ту секунду я была искренна, чья рука поднимется на Пастернака. Но сегодня вечером перед сном вспомнила, как дед в самом начале войны уверял нас, что Ленинград может не бояться бомбежек, потому что у кого же поднимется рука бросить бомбу в Адмиралтейство или на улицу Росси. Вздор повторил я опять. И потом, когда мне на секунду представилась, будто мерзкая тема покинула нас, сказала, что из его последних стихов знаю птичку и грозу от деда. Он отмахнулся раздраженно. «Стихи чепуха», сказал он с сердцем. «Зачем люди возятся своими стихами, не понимаю. Мне всегда неловко, когда этакой ерунде оказывает внимание ваш отец. Единственное стоящее, что я сделал в жизни, это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят. Сегодня он говорил отчетливо и легко записываемо. Но в этой отчетливости была какая-то сухость и какое-то смятение, нечто более беспокойное, чем в обычных его бурных речах. Я поднялась, ничего путанного я все равно не умела сказать ему. Он меня не удерживал, надел пальто и вышел вместе со мной. Он собирался дозваниваться из конторы городка в Москву. Я его уговорила идти лучше к нам. Подумала, закрою поплотнее двери из столовой в переднюю, и дед наверху не услышит голоса. Зачем Борису Леонидовичу идти сейчас в контору на всеобщее обозрение? Он согласился. Мы шли быстро. А машина у наших ворот? Мельком подумала я, но ему не сказала. Впрочем, теперь не все ли равно? Без люди, пустота, безмолвие дороги и поле охватило нас и заставило умолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву. Как странно, сказал он, совершенную точностью выговаривая мою собственную мысль. Никого нет. Окажется, что кто-то смотрит. Упырь? спросила я. Тот Блоковский или недавний наш все равно. Он пробормотал, что-то кивнул, но, кажется, не понял. А я про себя молча прочитала этот Блоковский отрывок, который воспринимаю и помню наизусть, как стихотворение из любимого третьего тома. То есть из книги третьей стихов Александра Блока, вышедшие в 1921 году в издательстве Алконост. Прозаический же отрывок, припомнившийся мне, написан Блоком в 1908 году по поводу 80-летия Льва Толстого. Старым упырем Блок называл Победоносцева. Вот этот отрывок. Старый упырь теперь в могиле. Но мы знаем одно. Великую годовщину 28 августа в сиянии тихого осеннего солнца среди спящей, усталой, горестной, но все той же великой России, познакомый аккомпанемент административных распоряжений и губернаторско-уряднических запрещений, шевелиться, говорить и радоваться по поводу юбилея Льва Толстого, прошла все та же чудовищная тень. Все привычно знакомо, как во все великие дни, переживаемые в России. Вспоминается все мрачное прошлое Родины, все как подобает великие дни. Чья мертвая рука управляла пистолетами Дантеса и Мартынова? Кто пришел сосать кровь умирающего Гоголя? В каком тайном и быстро сжигающем огне сгорели Белинский и Добролюбов? Кто увел Достоевского на Семеновский плац и в мертвый дом? Величайший и единственный гений современной Европы, высочайшая гордость России, человек, одно имя которого благоухание, писатель великой чистоты и святости, живет среди нас и неусыпно следит за ним чье-то зоркое око. Кто же это? Министр ли, который ведает русскую словесность, простой сыщик или урядник? Да неужели нам всем, любящим Толстого как часть своей души и своей земли? Было бы так странно и так страшно, если бы за душой и землей нашей следили только они. И разве видно им сокровенной земли и души нашей, благословенной дали ясной поляны? Нет, не они смотрят за Толстым, и глазами глядит мертвое и зоркое око, подземный могильный глаз упыря. Александр Блок «Солнце над Россией». Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине в развалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один даже высунулся. «Они-то и есть око». Нет, Блок прав. Если бы это были только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря. Борис Леонидович не обратил на них никакого внимания, не раздеваясь, сел сразу в столовой звонить. Я плотно прикрыла дверь в переднюю, чтобы голоса не услыхал наверху дед, и вышла на крыльцо, чтобы само не слышать разговора. Борис Леонидович переговорил очень быстро. Я проводила его до ворот, а потом так не хотелось расставаться с ним, до перекрестка. Парни, развалясь, тосковали в машине. А вы видели, сказал мне вдруг Борис Леонидович своим обычным бодрым и громким голосом, как ваша Люша прекрасно вышла на фотографиях, решительно на всех, и ямочка на щеке. Я был очень рад. Его трогательное желание порадовать меня этим сообщением меня рассмешило. Хорошо, если этих отличных фотографий где воспроизведена даже ямочка, не пожелают заметить в Люшином институте. Мы простились. Он пошел было прочь. Странно, мне впервые бросилось в глаза, как он хромает, но вернулся, обнял меня и поцеловал. Только что я пришла домой и хотела было подняться к деду, меня остановил телефонный звонок. Из союза писателей просят Корней Ивановича. Я сказал, что Корней Иванович очень болен, снова звонок. Анна Андреевна приехала и требует, чтобы я как можно скорее предстала пред ее ясные очи. Она сейчас где-то на Тульске вместе с Ардовами, потому что на Ордынке капитальный ремонт. Я отказалась ехать сегодня и обещала явиться завтра утром, когда меня сменят. Боюсь оставить деда. И поднялась к нему. Хорошо, что он не выходит на балкон и не видит машину. 29 октября 58 днем. Вспоминаю Герцена. Какие вы все злодеи народа. Сегодня с утра я вызвала такси и Канни Андреевне в ее новую резиденцию на Малой Тульской. Еду. Мальчишка-шофер внезапно обернулся ко мне. Читали, гражданочка? Один писатель, пастор, кажется, фамилия, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадят. Вот в газете пишут. И протянул мне правду. Ах, какие мы все злодеи народа! Мы не прочитали тебе, мальчик, Пастернака, не дали вовремя его стихов, его Шопена, его статей, чтобы ты оказался в силах встретить этот номер газеты так, как он того заслуживает. Идет настоящая охота на душу простого человека, этого ни в чем не повинного, нами обокраденного мальчика, и он по нашей вине беззащитен. Хуже того, его можно научить бросить камнем, если это случится, это тоже будет наша вина. Натальская большая пустая комната. Тут сейчас живут вместе Нина Антонна и Анна Андреевна. Я как Наполеон, сказала она мне, остановилась не в Москве, а на подступах. Выглядит она не худо, и опять, как всегда, когда отвыкаешь от нее, поражают заново ее лицо и движение. Она в своем лиловом халате с широкими рукавами, поднимает руки, ну, просто, чтобы прическу поправить, а впечатление такое, будто она воздела их к небу, то ли тебя благословляет, то ли молится. Она расспросила меня о здоровье Корнея Ивановича, но то была лишь вежливость, а главный теперешний ее интерес, страстный интерес, пастернак. К моему удивлению, она была потрясена, да, именно потрясена, другого слова не подберу, тем, что я вчера видела его собственными глазами. Вчера вечером она столь настойчиво вызывала меня из Переделкина в надежде, что я привезу оттуда какие-нибудь слухи о нем, еще не дошедшие до Москвы, но что я попросту видела его и говорила с ним, это ей на ум не приходило, так что по ее внушению я сама впервые удивилась, что это было. Я перенесла получасовой допрос, каждое слово, его и свое, и как он сидел, и когда он вскочил, и когда схватил меня за руку, и каждую свою вчерашнюю мысль я передала ей со всей возможной точностью, но я не уверена, удалось ли мне передать то чувство, которое я испытала, когда шла одна, а потом вместе с ним, познакомой, родной и почему-то чужой и опасной дороги. Она спросила меня, могу ли я обещать, что достану машину и поеду с ней к нему, когда она решит ехать, ей очень хочется, конечно, достану. Затем она опять затеяла разговор о романе, опять объяснила, почему роман неудача. Борис провалился в себя, оттого и роман плох, кроме пейзажей, по совести говоря, ведь это гоглевская неудача, второй том мертвых душ, оттого же в такое жестоко трудное положение он поставил своих близких и своих товарищей. Быть может, она права, но сегодня мне дела нет до этой объективной истины. Мне больно было ощущать холод этой правоты. Я молчала. И каких близких, и каких товарищей поставил он в трудное положение. Лагерь сыновьям не грозит. Изнаида Николаевна давно уже далекая. Ольга, Ольгу мне не жаль. Собратья по перу? Достаточно я на них нагляделась в Малеевке, и они мною точно описаны. В повести «Спуск под воду». Половина членов союза искренне ненавидит Пастернака за его независимость. Треть равнодушна и совершенно не догадывается, кто он, а остальные постигающие, те не ему должны предъявлять свой счет. Ардув позвал нас чапить. За чаем Анна Андреевна была почти веселая. Потом я собралась было уходить, но она настойчиво увела меня к себе, прочитала мне свои новинки. Прошло то времечко, когда я запоминала ее стихи с одного чтения. Быть может, сегодня я была отвлечена, угнетена или устала, но на этот раз я запомнила всего одну строчку и голосом тринадцатого года. Запомнила неверно, на самом деле, и голос из тринадцатого года. Строка из стихотворения опять проходит полонез Шопена. Затем она прочитала мне новые строфы в поэме и новую главу из своей пушкинистской работы о геккерне. Ахмат о своих пушкинистских работах постепенно отходит от общепринятого стиля литература уведческих статей и приходит к созданию новой ахматовской прозы. Слушая чтение, я думала, работу о золотом петушке могла бы написать не одна лишь Ахматова. Это замечательное открытие мог бы совершить любой начитанный и талантливый пушкинист. А вот, например, догадаться, что означает отрывок, когда порой воспоминание, этого уже никто кроме нее сделать не мог. Тут не только сведения, факты, логичность выводов, но еще и угадка, понимание, поэзия, например. Дьявольская разница, сказал бы Пушкин. Без знания понимание невозможно. Однако сколько встречаешь знатоков, знающих предмет, но не понимающих в нем ровно ничего. Ахматовой же разгадывать пушкинскую поэзию и пушкинскую судьбу приходит на помощь еще и то, скрываемое ее обстоятельство, что она, вольно или невольно, примеряет судьбу поэтов, родных и неродных, Данте и Пушкина на свою собственную. Пушкин ждал гибели и разыскивал могилы казненных друзей. И ей случалось совершать подобные поиски, ожидая гибели. В отрывке о Геккерне пленили меня ненависть и презрение. С какую открытую ненавистью пишет Ахматова о недругах Пушкина? Шипенье политики, марзматический бред Трубецкого, сюсюканье о Раповой? С каким презрением о придворной челяди, смакующей любую сплетню и верящей любой лжи, лишь бы выходило поскладнее и поинтереснее? И стилистически формально, это уже не литература ведения. Форма, принципиально отвергающая темпераментность, тут уже открыто звенит грозная прокурорская речь, сродни Лермонтовской, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Страстность страстностью? А с каким истинно-научным мастерством собранной и сопоставленной факты? Сноска. К сказанному добавлю, что теперь, когда книга Анны Ахматовой о Пушкине лежит у меня на столе, и я, читая и перечитывая, вдумываясь в Ахматовские статьи, я вижу, как с годами личность Ахматовой все откровеннее проглядывала в ее научных изысканиях. Та же безудержная отвага мысли, что и в ее стихах, и тот же юмор, что и в ее беседах. Вот она расправляется с ничтожной Араповой, дочерью Натальи Николаевны Илацкова, трактующей Пушкина весьма неуважительно, со слов мамаши и тетушки. Ахматова пишет, Дантес напротив, сервирован роскошно, и в этом сервирован так ясно слышен живой голос Анны Андреевны. На странице 173, предполагаемом заключении книги, Ахматова говорит о Пушкине отце великой русской литературы, о Пушкине моралисте. Пора уже, заявляет она, произнести это слово. О Пушкине, проповедующем добро средствами искусства. В работах, где разбирается каменный гость или восьмая глава Онегина. В сопоставлении Онегина с каменным гостем. Онегина и каменного гостя с русалкой. Она подводит нас к пониманию высокой пушкинской проповеди. И вдруг в одном из самых патетических мест читаем. Он бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя в русалке к ногам пардон хвосту дочери мельника. Это пардон хвосту, опять живая беседа Ахматовой с кем-нибудь из друзей в фонтанном доме, на беговой, на ордынке или в комарове. И уж чисто ахматовская свобода и отвага определений. Расслышать по-новому меланхолическое пушкинское предчувствие и сказать о нем «Это настоящий сос». Об отрывке «Мы проводили вечер на даче» «Головокружительный лаконизм». Или об отношении Пушкина к читателю «Солнечное доверие к читателю». Эту силу и новизну определений могла себе позволить в ученом труде одна только Ахматова. Свободой и дерзостью надо обладать, чтобы, характеризуя барона Геккерна, воспользоваться строкой Мандельштама. «Проваренный в чистках как соль». И дать барону такую характеристику «Проваренная в интригах старая дипломатическая леса». Или используя современный вульгаризм объяснить, что Геккерн, не будучи ни Толераном, ни Меттернихом, не справился бы со сложной дипломатической задачей, но вполне мог образовать то, что мы теперь обозначаем изящным словом «склока». Конец сноски Вот сколько наработано ею за истекший период. Вот почему она веселая. Новинки в поэму я по дороге домой вспомнила. Там, где было, становилось темно в гостиной, жар не шел из пасти каминной и так далее. Теперь ветер рвал со стены афиши, дым плясал в присядку на крыше и кладбищем пахло сирень. В поэме не должно быть гостиной, пояснила Анна Андреевна. Мне тоже новый вариант больше нравится. Пляска дыма на крыше страшнее. И совсем новая эстрофа родилась, в которой появился Достоевский. Да как еще, не сам по себе, а не слыханно, не бывало, в качестве имени прилагательного. Достоевский и Бесноватый. Достоевский город. Достоевский Петербург. Можно ли найти эпитет точнее? Что это за Петербург без Достоевского и без казни? И где между ними граница? Достоевский и Бесноватый город в свой уходил туман. Как пред казнью бил барабан. Ахматова вписала эти новые строки в мой экземпляр поэмы позднее, 25 ноября 58-го года. По гроб жизни буду вам благодарна за ваш сегодняшний приход, сказала Анна Андреевна. Теперь я все знаю о Борисе, как будто побывала там сама. Не оставляйте меня без известий. 29 октября 58-го вечер. Свидание с Анной Андреевной чем-то сама не знаю чем утихомирило меня, но ненадолго. В городе новые слухи какая-то речь семичастного на сорокалите комсомола, где он будто бы обозвал пастернака свиньей. Цицероной. И ведь говорят на века. Но не это меня взбудоражило заново. Это как-то уже по ту сторону. Поставила вверх дном душу другая весть. 31-го в 12 часов дня Общемосковское собрание писателей. Не чиновников. Писателей. Мне позвонили с Союзом. Повестка не объявлена, но догадаться легко. будут утверждать исключение пастернака. О, как заколотилось сердце, как сразу потянуло в эту прорубь, на эту вершину, на эту погибель, на трибуну. Сказать. Все высказать им в лицо. Сказать, чтобы были произнесены и услышаны не только слова семичастного, но и мои. Одет. Ведь меня исключат непременно. У него будет новый спазм. На трибуну меня, конечно, не пустят. Там, небось, все распределено и прорепетировано заранее. Но я могу крикнуть с места, громко, на весь зал. Какую-нибудь одну фразу, пусть потом меня выведут. Ну, например, такую. Пушкин говорил, надо быть заодно с гением. Пусть зашикают, засвистят, я сама уйду. А деду я нанесу рану, ему 76 лет. Ирана сейчас может для него оказаться смертельным. Наверное, те, кто любит Пастернака, просто на это собрание не пойдут, заболеют, уедут из города, как делали когда-то в 30-е годы мы, когда узнавали наперед, что собрание будет принимать резолюцию о необходимости расстрела. Но в те времена против значило обречь себя на смерть и семью на истребление. А теперь? А вдруг послезавтра придут хорошие люди и станут его защищать. А меня не будет и моих друзей не будет, чтобы в поддержку вырос лес рук. 30-е октября 58-го день. Нет, никто из друзей, обожателей, поклонников идти не намерен. Я встретил одного знакомого, он сказал мне, сяду в машину и уеду в неизвестном направлении, куда глаза глядят. Врешь. От себя не уедешь. Пятым действием драмы веет воздух осенний. И августом, и Гефсиманским садом, а ощутимее всего национальным позором. Но, с другой стороны, я не в силах сообразить, справедливо ли счесть национальным позором то, чего не ощущает нация. Вообще не ощущает. Ведь для народа такого явления пастернак просто нет. Прочитала речь Семичастного в комсомольской правде. За 30 октября 1958 год. Доклад Семичастного 40 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1958 года. Переписываю сюда, чтобы перечитывать и никогда не забывать. Сначала сравнение с овцой. Паршивая овца в стадии. Ну, это обыкновенно. Потом образ не выдержан. Овца превращается в свинью. Иногда мы совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи. Она никогда не гадит там, где кушает. Поэтому, если сравнить пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. Аплодисменты. Самое примечательное тут слово «кушает». Свинья кушает. Вот он кто такой, товарищ семичастный. Он полагает, что слово «ест» грубое слово, а сказать «а свинье кушает» это представляется ему более интеллигентным. Завтра собрание. О Борисе Леонидовиче слухи разные. Будто он написал какое-то заявление, будто он у Ульги. О президиуме рассказывают, что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком, в особенности Михалков. Выступил с какими-то порицаниями и наш Коля. Коля, который любит его и был любим им, который знает наизусть его стихи, который получал от него такие добрые письма. Какой стыд! Впрочем, я не вправе осуждать его. Он произнес те слова, от которых следовало воздержаться, а я не произнесу тех, которые должно произнести. Большая ли между ними разница. 30-31 октября 58-го ночь. Я только что от Анны Андреевны. Она опять читала мне черепки. Из этого опять я заключаю, что в предыдущую нашу встречу Ахматова среди других стихотворений прочла мне и черепки. Впоследствии 1 апреля 64-го года Анна Андреевна своей рукой переписала эти стихи для меня. Опубликованы черепки посмертно в памяти Анны Ахматовой. На родине впервые в журнале «Горизонт» 1988 года в четвертом номере. Потом раздражаясь долго искала в папках в чемоданчике какой-то свой набросок из книги о Пушкине. Новый, не гекерновский. И так и не нашла. Очень интересно говорила о романе, о пути Пастернака. Но я была тупа и невосприимчива. Завтра собрание. Завтра я его предам. Эта мысль заслоняет от меня все. Поэту нельзя жить без аудитории, говорила Анна Андреевна. Живет же она. И без профессиональной критики. Пастернака лишили и то, и другой. А у нас критики вообще нет. Да и не может быть. Мы давно уже говорили об этом с Тусей. Хвалить то, что усиленно рекламирует начальство, противно и незачем. Ругать не дадут. Разбирать, анализировать. Всего бы лучшим. Но когда человек поставлен вне закона, как Ахматова или теперь Пастернак, то если в их поэзии и не любишь чего-то вполне искренне, как, например, мы обе, и я, и Туся, не очень-то любим Спектрского, или я у Ахматовой не люблю кое-что из ранних, то не выступать же рядом с семичастным. И вообще, как у нас можно кого-нибудь, даже заслужившего брань, бронить, если после вашей напечатанной статьи его больной тещи не дадут путевку в Малеевку, сердилась Туся. «Профессиональная критика о многом предупреждает», продолжала Анна Андреевна. «Ее бессознательно учитываешь, идя дальше. У Пастернака не было ни слушателей, ни критиков. Были какие-то полугрузинские банкеты, где только благоговели и восхищались. Видя, что я какая-то смутная и грустная, Анна Андреевна, пытаясь развлечь меня, стала показывать мне альбом со своими молодыми фотографиями и фотографиями с портретов. Снова повторила, что портрет Альтмана она не любит, как всякую стилизацию в искусстве. Я прочитал ей отрывок. Он ходит по рукам в машинописи. Из Цветаевской прозы «Нездешний вечер». На ту страницу, где рассказывается, как Ахматова носила в сумочке Цветаевские стихи, ей посвященные, и всем их без конца читала, измяв их чуть ли не до дыр, Анна Андреевна отозвалась восклицанием отчетливым и гневным. Этого никогда не было. Ни ее стихов у меня в сумочке, ни трещин и складок. Марина Цветаева писала, «Знаю, что Ахматова потом, в 1916-17 году, с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мондельштама одна из самых моих больших радостей в жизни». Прочитала я Анне Андреевне наизусть и пастернаковскую грозу, добытую мною у деда. Читала я с наслаждением, с такой гордостью, как будто сочинила их сама. Пронесшейся грозою полон воздух, все ожило, все дышит, как в раю, всем распуском кистей лилого грозных сирене вбирает свежести струю. Все живо переменую погоды, дождь заливает кровель желоба, но все светлее небо переходы и ввысь за черной тучей голуба. Рука художника еще всесильней, со всех вещей смывает грязь и пыль, преображенной из его красильни выходит жизнь, действительность и быль, воспоминания о полувеке, пронесшейся грозой уходят вспять. Столетие вышло из его опеки, пора дорогу будущему дать. Не потрясения и перевороты для новой жизни очищают путь, а откровения, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь. Аня Андреевне понравилась очень, попросила прочесть еще раз. Впрочем, говорила она об этих стихах, хотя и с одобрением, но суховато и вне эмоций. Да, это из хорошего пастернака, даже из отличного. Это вам не июльский воздух, не только о природе. Меня пастернаковские стихи о природе с некоторого времени перестали удовлетворять. Современное стихотворение должно строиться сложно от мира природы к миру человека или во всяком случае к нераздельности этих миров. И мысль тут глубокая, верная. Завтра собрание. Тупо думала я. С большой горечью заговорила Анна Андреевна о собственной книге. Оказывается, только что подписан сигнал. Я уже годы готовлюсь к этой неприятности, сказала она, скорбно подняв брови. Читатель получит обо мне самое искаженное представление. Одни сады и парки. Я ответила, что давно уже пора издать полное собрание ее сочинений. Нет, просто книжка реквием поэма и стихотворений 25. Только что я открыла рот, чтобы спросить, каких именно 25, как постучался и вошел К. Не могу вспомнить, кто такой К. Почему мы ждали от него вестей из Переделкина и почему я сочла нужным зашифровать его фамилию. Мы ждали от него новостей о Борисе Леонидовиче, но он против ожидания казался неосведомленным. Я уехала вместе с ним. Дозвонилась Переделкина, деду чуть лучше, ложусь спать, завтра собрание. 1 ноября 58-го. И в Москве и в Переделкине, только не возле деда, бесконечные разговоры о том, кто же, в конце концов, вел себя вчера на собрании гнуснее, Смирнов или Зелинский, Перцов, Безыменский, Трифонова или Ашанин. 31 октября 1958 года на общем собрании московских писателей было не только утверждено решение президиума исключить Пастернака из Союза писателей, но и вынесено новое – просить советское правительство лишить его гражданства и выслать за границу. Сценографический отчет об этом собрании опубликован впервые в 1966 году в Нью-Йорке. Новый журнал номер 83. В тексте отсутствует оглашенное на собрании письмо группа писателей, обратившихся к правительству, а также письмо Пастернака, адресованное писателем. Оба документа не найдены до сих пор. 1991 год. Председатель существовал 31 октября 1958 года. Сергей Сергеевич Смирнов подготовил резолюцию Лисючевский. С особо лютыми речами выступили Зеленский, Сафронов, Солоухин, Безыменский, Антонов. Злобные реплики с места подавали дамы Инбир, Трифонова, Азарх. Только спустя три десятилетия та же стенограмма была опубликована в нашей стране. Горизонт, 1988 год, номер девятый. Публикация вызвала многочисленные отклики в прессе, в особенности после письма Солоухина в редакцию советской культуры. В ответ на упреки читателей по поводу участия в травле Пастернака, Солоухин заявил, что не чувствует за собой особенного греха, а следовательно и острого желания отмываться и каяться. Не все ли равно мы, я, а в газетах, в газетах бедный мальчишка таксист и его обокраденные братья выражают гнев и возмущение. Председатель колхоза, учитель, инженер, рабочий, машинист, экскаватор. Я так и вижу девку из редакции, так и слышу, как она диктует им текст. Это те самые сейчас выражают свой очередной гнев, о которых у него сказано. «Превозмогая обожание, я наблюдал боготворя. Здесь были бабы слабожани, учащиеся слесаря». Он боготворил без взаимности. Слесаря пишут, правильно поступили советские литераторы, изгнав предателя из своих рядов. Он и лягушка в болоте, он и свинья, и овца, и предатель. А предатели-то на самом деле мы. Он остался верен литературе. Мы ее предали. 8 ноября 58 праздники. Шум и мигающие огни за окнами, Лешенька в переделкине, а я туда не хочу. Деду лучше, он еще не совсем встал, но уже, слава Богу, работает. Не еду я, разумеется, не из боязни машины, которая до сих пор стоит у наших ворот. Какое постоянство? Парни, я надеюсь, сменяются. А потому, что боюсь встретить Колю, Наталью Константиновну, Алигер. Они, как всегда, считают, что все правильно. Коля, оказывается, выступал на заседании президиума, хоть и не с таким усердием, как Михалков, но и не без. На своей или на их или на любой нейтральной территории я бы высказала им свое мнение прямо. Но под дедовой крышей покой и тишина обязательны. Я же боюсь сорваться, потому и не еду. Николай Чуковский, Тренева, Алигер, как и многие из литераторов, любивших и ценивших Пастернака, считали, что издавать свои книги на Западе это для советского писателя поступок безусловно недопустимый. А раз так, стало быть, осужден Пастернак в общем правильно. Брат мой в разговоре со мной высказал в эти дни еще и такую мысль. Пастернак гений. Его поэзии суждено бессмертие, он это знает. А мы обыкновенные смертные люди. И не нам позволять себе вольничать. Мы должны вести себя так, как требует власть. Он понимал величие поэта, признавал наш долг перед властью, но не понимал нашего долга перед поэтом. Это поразило меня. Второе из напечатанных писем Бориса Леонидовича, к сожалению, хуже первого. Как-то нарочито повторяется, что он действует не по чужой, а по своей, по своей, по своей собственной воле, что его никто не принуждает. И странный конец. Он надеется восстановить подорванное доверие товарищей. Это письмо в редакцию газеты «Правда» 6 ноября 1958 года. Чье же это, Зелинского или Перцова? Письмо это продиктовано страхом. На Западе его ждут две младшие сестры, миллион золотых рублей, всемирная слава. Но он не в силах превозмочь обожание и расстаться с Россией, где его оплевывают и топчут. Страх благородный, не за себя, за судьбы близких. Страх высокий, но все-таки страх. И потому читать это письмо тяжело. Я еще не знала тогда, что Пастернак не был автором этих песен. По требованию Поликарпова, который воздействовал на Бориса Леонидовича через Ивинскую, первое письмо составлено было фактически друзьями Пастернака, Вячеславом Всеволодовичем Ивановым и Ариадной Сергеевной Эфрон. В этом первом письме вполне достойном. Самому Пастернаку принадлежала тем не менее всего одна, но зато самая значительная фраза «Я связан с Россией рождением, жизнью и работой и не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее». Это письмо было опубликовано в «Правде» 2 ноября 1956 года, но не удовлетворило начальство. Тогда составлено было второе, уже без участия, Иванова и Эфрон. Его составила Ивинская вместе с Поликарповым, а Борис Леонидович по ее настоянию подписал. «Гордая и независимая позиция, сообщает сын поэта Евгений Борисович, помогала Пастернаку в течение первой недели выдерживать все оскорбления, угрозы и анафемствование печати. Он беспокоился, нет ли каких-нибудь неприятностей у меня на работе или у Лени в университете. Мы всячески успокаивали его. От Эренбурга я узнавал и рассказывал отцу о том, какая волна поддержки в его защиту всколыхнулась в эти дни в западной прессе. Но все это перестало его интересовать 29 октября, когда, приехав в Москву и поговорив по телефону с Ивинской, он пошел на телеграф и отправил телеграмму в Стокгольм. В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу. Я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ. Другая телеграмма была послана в ЦК. Верните Ивинской работу. Я отказался от премии. Гонимой тоской я вышла на улицу. В огни, от которых болят глаза, в толпу от которой болит душа. Я подумала, а вдруг встречу такси в порядке чуда, как говорит Анна Андреевна. Тогда махну к ней на Малую Тульскую. Неловко ворваться без звонка, но рискну. И в ту же секунду я увидела зеленый огонек. Но не благодатью обернулось это везение, а великим ревом. Я как начала плакать, так плачу и до сих пор. Буквы расплываются по бумаге от слез. Встретила меня у Анны Андреевны радость. Ее книга. Сообщив мне об этом, Анна Андреевна не хотела было ее показывать. Но потом из-под груды платья на стуле извлекла чемоданчик, а из чемоданчика новорожденную. Опрятный тоненький томик в красном переплете с золотом. есть невстреча, есть предыстория, кусок из поэмы и несколько прекрасных старых. Ради этого стоило Суркову хлопотать и добиваться, но, конечно, представление об истинном пути и о величии поэта книга не дает. Шесть лет не могла выйти и вышла в такой день. Пятого, сказала Анна Андреевна. Что ж, счастливое число, сказала я. Мы обе имели в виду 5 марта, день смерти Сталина, не предчувствуя, что этот же день станет днем смерти Анны Ахматовой. Первая книжка Ахматовой после постановления 1946 года вышла в 1958 году. Как утверждает Калугин, в прошлом генерал госбезопасности, дело Ахматовой было начато органами НКВД еще в 1920 годы и закрыто в 1958 Олег Калугин дело КГБ на Анну Ахматову в сборнике госбезопасность и литература. Я предполагаю, что в действительности дело Ахматовой было закрыто только ее смертью. Потом разумеется мы заговорили о Борисе Леонидовиче о первом письме о втором письме о собрании о Зелинском вот тут и произошло. Я сказала, что уклонившись от собрания и от слова чувствую себя предательницей и до смерти буду чувствовать себя так. Хотя поклясться могу и себе и ей, что не пошла я туда не из страха за неприятности, которые мое выступление могло бы навлечь на меня Колю и деда, а только из страха за дедово здоровье. Но мне легче было пойти, чем не пойти. Но если бы я успела там выкрикнуть хоть единое слово, я теперь чувствовала бы себя счастливой. Но ведь Корней Иванович болен, настойчиво произнесла Анна Андреевна, такую болезнью, которую ваш счастливый выкрик усилил бы. Ведь если у человека повышено давление, ему грозит инсульт. Знаете, Лидия Корнейевна, я не ожидала от вас подобного рассуждения. Выкрикивать бывает очень приятно, не спорю. Но если мы способны шагать ради этого собственного удовольствия через горе и даже болезнь другого человека, то чем же спрашивается «мы лучше тех?» Она указала глазами на потолок, движение глаз, которое спокон веку означало у нее большой дом или лубянку. Этот ее упрек не ранил меня, напротив, немного облегчил мою боль. Но дальнейших ее слов я выдержать не могла. «Вы и так совершили подвиг», сказала она. «Да, я не шучу. Вы пришли к Борису Леонидовичу и были с ним в тот день, когда я уверена, ни один человек не пришел к нему, когда все шарахались от него, как от чумного. И тут я заплакала. Подвиг. Тут при ее похвале чувство стыда за себя и за нас всех дошло до необоримой грани. Я плакала, всхлипывала, тряслась от стыда, от горя. Подвиг. Анна Андреевна дала мне стакан воды с какими-то каплями. Я выпила и попрощалась. 19 ноября 58-го. На Тульской Эмма Григорьевна и я. Я вошла во время оживленного разговора. Так быть в зависимости от Пушкина, продолжала, усадив меня Анна Андреевна, в полной, совершенной, рабской, и освободиться от нее совсем. Вот в чем сказался Лермонтовский гений. Потом объявила. Знаете, Лидия Корнеевна, я сделала открытие. Оказывается, Маруся замечательный пушкинист. Это мастерица виноватых взоров, мастерица скрывать таланты. Ну, со стихами понятно. Надо было кормить мать и дочку. Собственные стихи полузадушены переводами. Но и свой пушкинизм она мастерски скрыла. Знаток, исследователь, первоклассная голова. Она прочитала мою статью о каменном гости и говорила со мной, как ни один человек. Я была потрясена. В избранном Марии Петровых помещено наблюдение, сделанное ею об Онегинской строфе. Строфа эта восходит к стихотворениям Радищева. Об Ахматовой Петровых вспоминает. Ахматова была гениальным читателем Пушкина. Точность ее прозрений ни с чем не сравнима. Она дар Пушкину, драгоценный дар. И если теперь сиротство мое непоправимо, то больнее всего оно здесь. Ни одна душа на свете не знает, чем. Анна Андреевна была здесь в любви, в узнавании, в понимании Пушкина для меня. Да и для нее была в этом всех ближе. Не стихами, а именно этим я ее иногда изумляла и была близка. Тут я совсем осиротела. Нет ни одного человека на свете, с кем могла бы я об этом говорить. И еще. Не расставалась с Пушкиным всю жизнь, кроме шести лет после смерти Ахматовой. Не могла к нему прикоснуться. Такое было сиротство. Сегодня Анна Андреевна розовая, быстрая, возбужденная. Я спросила, отчего это? Принимаю бром, мне велели, а бром для меня веселящий газ. Так и есть веселящий. Рассказав радостно, с удовольствием, что Борис Леонидович, по-видимому, не отнимут переводов словацкого, и что Мария Стюарт будет идти в его переводе, она стала импровизировать пародию на нелюбимые ею, как она их называет, конспективные главы живага. Это похоже на ремарки в плохой пьесе. Знаете, ремарка, потом скобка открыта. Говорит он, уехав в Ташкент и женившись два раза, после чего, похоронив тещу и пристроив старшего мальчика от первого брака в гимназию, возвращается в Москву. Скобки закрыты. Анна Андреевна рассмеялась весело от души, даже звонко, и мы вместе с нею. Сноска. У Бориса Леонидовича не отнимут переводов Словацкого и Мария Стюарт будет идти в его переводе. Пастернак начал переводить Юлию Шасловацкого еще в первой половине сороковых годов. В 1958 году, после скандала из-за Нобелевской премии, работа над переводом драмы Словацкого Мария Стюарт была единственной, которую оставили Борису Леонидовичу. В это же время на сцене МХАТ шла в переводе Пастернака Мария Стюарт Шиллера. После скандала ее прекратили показывать. Однако вскоре начальство нашло выход. Спектакль возобновился без имени переводчика на афишах. Написал Шиллер. Кто перевел? Пусть не знают. Конец сноски. Потом начался неприятный мне разговор, возникающий сейчас по случаю недавнего возвышения Яковлевой. Куда не приди, чуть ли не в каждом доме, разговор о Лиле Брик Яковлевой Полонской. Кого из них по-настоящему и единственную любил Маяковский? Полонская с давних лет подруга Нины Антонны. Анна Андреевна прочитала ее воспоминания и сильно сочувствует ей. Которая из них была его настоящей любовью? Я думаю, Маяковский любил всех трех и еще тридцать трех в придачу. И мне непонятно это стремление исследователей и неисследователей во что бы то ни стало установить какую-то единственную любовь их героя, будь то Тургенев, любивший вовсе не одну лишь Виардо, или Байрон и Пушкин, знаменитый длиной своих донжуанских списков. К чему это? Проблема нерешаемая, да и бесплодная. Сергей Александрович Макашин говорил мне, что письма Маяковского к Яковлевой в точности письма к Лили, только вместо твой щен подпись твой Володя. Сноска. В 1956 году в Нью-Йорке вышел том русского литературного архива под редакцией Карповича и Чижевского. Там была помещена публикация Якобсона «Новые строки Маяковского» и среди новых строк стихи, обращенные к Татьяне Яковлевой, до тех пор неизвестные, письма Маяковского к ней, подписи на книгах и так далее. В том же 1956 году стихотворение, обращенное к Татьяне Яковлевой, опубликовано было в Советском Союзе, но не как перепечатка заграничного издания, а на основе рукописи, хранящейся в музее Маяковского. Что же касается воспоминаний Вероники Витольдом Неполонской, актрисы МХАТ, приятельницы Нины Антонны, то Анна Андреевна сочувствовала ей и вполне доверяла ее воспоминаниям. Прочла она их в рукописи полностью, без купюр, и сожалела о том, что они не опубликованы. Появились они в печати уже после кончины Ахматовой, сначала с сокращениями в 1987 году в пятом номере вопросов литературы, а впоследствии целиком в сборнике Серебряный век Москва 1990 год. Ахматова придавала воспоминаниям Полонской большое значение. Ей казались особенно важными для выяснения всех обстоятельств воспоминания Полонской сообщает в своих мемуарах беседы с Анной Ахматовой Вячеслав Селыч Иванов. Конец сноски. Быть может, сказала я это вполне естественно, письма одного и того же лица, находящегося в одной и той же ситуации, и должны быть похожими одно на другое, вне зависимости от адресата. Нет, ответила Анна Андреевна, вспомните, какие разные письма у Пушкина. Впрочем, я полагаю, до нас дошло всего одно любовное письмо Пушкина, остальные не в счет. К Собанской, спросила я. Да, к Собанской. Сравните с письмами того же времени к невесте. А Керн? спросила Эмма. Ах, Керн никакой любви не было. Он был затронут, кокетничал, не более. Ничего возвышенного в письмах Пушкина Керн я не нахожу. Никакого уважения. 23 ноября 58-го. Была в переделкине. Заходила к Борису Леонидовичу. Домработница. Ушел гулять. Не скоро вернется. С усмешкой. Я поняла, что он, видно, ушел к Ольге. Борис Леонидович снимал для Ивинской дачу в Измалкове в одном километре от Переделкина. Оставила ему записочку с просьбой зайти, откликнуться. Но не последовало ничего. Думаю, что это значит жить для будущего. По-видимому, жить в настоящем, не мнимостями настоящего, а подлинностями. Дед незадолго до болезни, бродя со мной по Переделкину, сказал, «Хорошо бы написать роман о судьбах здешних писателей под названием «Разложение». Одних расстреливали или загоняли в гроб, других разлагали. Никто из нас не уцелел». Для этого романа, который непременно догадается же кто-нибудь написать, необходимо помнить историю Зелинского с Комой. Кома домашнее прозвище Вячеслава Селча Иванова. Корнелий Люцианович Зелинский 1896 1970 годы жизни. Критик, автор многочисленных работ о современной советской литературе о Горьком, Фадееве, Шагинян, Инбир, Гуля, Джамбуле и других. С 1924 по 1930 Зелинский был членом группы конструктивистов, главным ее идеологом. Смотрите, например, его статью, открывающую сборник поэтов конструктивистов Ильи Сельвинского и Чечерина. Сборник назывался очень характерно «Мена всех». Москва, 1924 год. Когда же в 1930 году конструктивизм объявили вредным заблуждением, произошла новая «Мена всех». Зелинский выступил с покаянной статьей «Конец конструктивизма» в журнале на литературном посту номер 20-й. Примечательна терминология этой статьи, примечательна и то, что Зелинский, раскаиваясь, в собственных прегрешениях, поспешил опорочить всех своих товарищей. Напирал он, как было положено, на обострение классовой борьбы. Конструктивизм в целом явился одним из наиболее ярких обнаружений в литературе классово-враждебных влияний. Лично для себя я считаю совершенно необходимым занять по отношению к конструктивизму наступательную позицию. Не только отказаться от своих старых ошибок этого мало, надо вместе со всей пролет-литературой повести борьбу против конструктивизма. И далее Зелинский разоблачает классово-враждебную суть поэзии своих товарищей Луговского, Селивинского, Багрицкого. Редакция журнала осталась этой покаянной статьей весьма довольна. Автор осознал, указано в редакционном примечании, что объективно настроение аполитизма и прочее, выражавшееся конструктивизмом, в конечном счете ведут к идеологии вредительства и нашел в себе мужество заявить об этом. Так разоблачителем идеологии вредительства в поэзии своих ближайших друзей шагнул Зелинский в 30-е годы. Разоблачал он не только своих бывших товарищей. В 1933 году в номере 17-м журнала «Коммунистическая молодежь» Зелинский писал о Мондельштаме «Мы явственно слышим голос человека клевещущего на советскую действительность. Раздавленный и разбитый классовый враг расползся теперь по всей стране, маскируясь и залезая во все щели». Миновало четверть века. Вслед за конструктивизмом и лит на постовство, кто только за эти четверть века не был уличен и разоблачен во вредительстве аполитичности, буржуазности или безидейности и Зелинский продолжал находить в себе мужество каяться, уличать и разоблачать. Так в 1940 году он мимоходом одной внутренней рецензии уничтожил намеченный гослит издатом к выходу в свет сборник стихотворений Марина Цветаевой. 1 января 1957 года Корнилий Люцианович нанес Борису Леонидовичу праздничный новогодний визит, обнял его и поцеловал. Между тем в редакцию литературной газеты уже сдана была им накануне статья об очередном выпуске «Альманаха. День поэзии». Москва, 1956 год. Поэзия и чувства современности. Статья с издевательскими нападками на пастернаковское стихотворение «Расцвет». Здесь, в иезуитстве и бесстыдстве, Зелинский превзошел самого себя. 1956 год, год реабилитации, преимущественно посмертных, Зелинский заподозрил Пастернака в симпатии к одному из реабилитированных. Конечно, Пастернак лагерникам симпатизировал всегда и очень деятельно, но в стихотворении «Расцвет» писал не о них, а об Иисусе Христе. «Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе. Ни слуху не было, ни духу. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил. Мне к людям хочется в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени». На колени перед Христом, притворившись, будто не понимает или в самом деле не понимая смысла приведенных стихов, Зелинский в своей статье написал «В иносказательных образах идет речь о ком-то, о ком долго-долго ни слуху не было, ни духу. И вот теперь, через много лет, этот голос снова встревожил поэта. Какое же чувство вызвало у поэта возвращение его друга к жизни, пусть и посмертное? Мне к людям хочется в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени». Как-то делается не по себе от такого странного жеста тонкого лирического поэта «Все разнесть в щепу и всех поставить на колени». А чем же все тут виноваты и за что нас ставить на колени перед поэтом? Мало того, что Зелинский перетолковал стихи, Пастернак зовет пасть на колени перед Христом. Зелинский уверяет, будто он зовет пасть на колени перед самим собою, перед поэтом. Мало ему было переврать стихотворение, он поспешил заявить, что в происшедшей трагедии никто не виноват. А чем же все тут виноваты? Вскоре после опубликования этой статьи, она вышла в свет 5 января 1957 года, Зелинский и Вячеслав Селочеванов оказались среди приглашенных на заседание Президиума Академии наук СССР. Обсуждался отчетный доклад о состоянии советской филологии. Приглашены были кроме членов Академии сотрудники журналов и гуманитарных институтов. Зелинский протянул Иванову руку. Вячеслав Селоч ему руки не подал, сказав, «Я прочел вашу статью». Об этом эпизоде Зелинский счел необходимым доложить в 1958 году на том собрании, где исключали Пастернака. Покаившись, ему, как и некоторым другим, случалось, дескать, необдуманно восхищаться стихами ныне разоблаченного поэта. Он продолжал, «Окружение Пастернака прибегало к такой мере, чтобы терроризировать всех тех, кто становился на путь критики Пастернака. Так, например, когда появилась моя статья «Поэзия и чувства современности», в президиуме Академии наук меня встретил заместитель редактора журнала «Вопросы языка знания» Иванов. Он демонстративно не подал мне руки за то, что я покритиковал стихотворение Пастернака. Это была политическая демонстрация с его стороны, и я хочу, чтобы эти слова достигли его ушей, и чтобы он нашел в себе мужество выступить в печати и высказать свое отношение к Пастернаку. Да, должна быть проведена очистительная работа. И все мы должны понять, на какую грань нас может завести это сочувствие к эстетическим ценностям, если это сочувствие и поддержка идет за счет зачеркивания марксистского подхода. Вячеслав Селчеванов с покаянием не выступил, и после сообщения Зелинского, сделанного вторично в Институте мировой литературы имени Горького при Академии наук СССР, очистительная работа, которую призывал Зелинский, была произведена. Иванов перестал быть заместителем редактора в журнале «Вопросы языкознания» и преподавателем Московского университета. 14 мая 1959 года состоялось торжественное открытие нового здания Центрального Дома литераторов. Зал был переполнен. Увидев проходившую между стульями Тамару Владимировну Иванову Зелинский ей поклонился. Она не ответила. Он потребовал объяснений. Тамара Владимировна громко сказала «Вы негодяй и доносчик». «Это неправда». «Нет, это правда». «Вы негодяй и доносчик». Громко на весь зал повторила Тамара Владимировна и прошла к своему месту. 26 ноября 58-го. Вчера по Лешенькиной просьбе привезла Анну Андреевну к нам. У Леши новая страсть, магнитофон, и ей хотелось записать голос Ахматовой. Анна Андреевна прочитала шесть стихотворений и третью главку поэмы, исправив предварительно мой давно устаревший экземпляр. вставила своею рукой о городе Достоевский и Бесноватый и заменила строку и в кувшинах вяла сирень. Как видно из моего экземпляра, именно в этот вечер Анна Андреевна внесла в него поправки, которые прочла мне еще 29 октября 58-го года. В строке «Становилось темно в гостиной, жар не шел из пасти камины и в кувшинах вяла сирень», она заменила новыми, прочитанными тогда. Ветер рвал со стены афиши, дым плясал в присядку на крыше и кладбищем пахла сирень. В тот же вечер она вписала и ту строфу, которую прочла мне 29-го октября. Строфа вписана сбоку, знаки Анны Андреевны не расставлены и потому ставлю их по собственному разумению. И царицей Авдотьей заклятой, Достоевской и бесноватой город в свой уходил туман и выглядывал вновь из мрака старый питерщик и гуляка, как пред казнью бил барабан. Анна Андреевна предупредила нас, что голос ее при записи всегда звучит ниже, чем настоящий. И действительно, при проверке первые два стихотворения прозвучали с неуместной басовитостью, а дальше запись оказалась почти точная в смысле тембра и совсем точная в смысле интонации. Читала стихи она по своей новой красненькой сурковской книжечке, куда вклеена страница со многими не вошедшими стихами. Читая стихотворение этой ивы-листы в девятнадцатом веке у Вяли, она обнаружила чудовищную опечатку вместо «щедро взыскано дивной судьбою», напечатано «щедрой судьбою». «щедро-щедрой». Стыд какой, ведь корректуру-то читали мы трое, я, Эмма Григорьевна, Николай Иванович, и все трое пропустили. Анна Андреевна предполагает, что это поправка Суркова, не думаю. За чаем она с горечью поведала мне, что ей позвонил Борис Леонидович. Она обрадовалась было, но потом, когда он произнес «В Ленинград летом ездила близкая мне женщина с дочерью, но без моего письма не решилась зайти к вам», рассердилась. Речь, конечно, об Ольге. По ее наущению он и позвонил мне, но я держу границу на замке, не желаю встречаться с этой бандиткой. Сказал, однако, что собирается съездить с Ниной Антонной к Борису Леонидовичу на дачу. Это будет визит соболезнования, но без выражения соболезнования. Оставлю такси ждать и просижу полчаса, не более. О его делах ни слова, о погоде, о природе, о чем хочет. Если же его не будет дома, оставлю ему записку, как вы, и дело с концом. Гневается она на него. Жаль. Не ко времени гнев. В двенадцатом часу я отвезла ее домой. Седьмое декабря пятьдесят восьмого. Сегодня ездила к Анне Андреевне. Она просила меня добыть книжку сказок Корнея Ивановича для внучки Нины Антонны. Я привезла. Она обрадовалась. У нее какой-то ленинградец, приятель мужа Иры Пуниной, Николай Всеволодович. Скоро приехала Эмма. Анна Андреевна сидела посреди своей пустоватой, большой, необжитой комнаты. Сегодня она подобранная, причесанная и очень веселая. Не знаю, от Брома ли, весь вечер смешила нас с рассказами. А под конец огорчила меня. У Ардовых гостит Наталья Ивановна, их родственница из Свердловска. Она больна, депрессивное состояние, грустит, плачет. Что тут делать? Я порылась в кадрах, пересмотрела письма поклонников. Нашла письмо одного профессора, психиатра, давнее. Позвонила ему. Важный профессорский голос. Я назвала себя. Голос сразу другой. Анна Андреевна, неужели это вы? Где вы? Через двадцать минут он явился вместе с терапевтом. нам были предложены неслыханные блага. Любое, даже бойное отделение лучшей психиатрической лечебницы города. Я сообщила, что сегодня утром в парикмахерской видела молоденькую девушку с ахматовскими четками в руках. Мать сердилась. Зачем взяла с собой? Еще потеряешь, ведь это уникальная книга. Анна Андреевна припомнила, когда уникальная книга вышла, я была удручена, мне она представлялась очень плохой и все надоедало мужу жалобами. Один раз рассердившись на мое нытье, он сказал, но если ты хочешь, чтобы книжка была хорошая, включи анчар Пушкина. Заговорили о Борисе Леонидовиче. Добрая старушка Москва изобрела, будто шведский король прислал нашему правительству телеграмму с просьбой не отнимать у Пастернака поместье Переделкина. Вздор, конечно, но если это правда, то он не король, а хам. Где он был, когда меня выселяли из Шереметьевского дома? Она даже порзовела от негодования, не сказал ни словечка, а ведь по сравнению с тем, что делали со мною изощенко, история Бориса бой бабочек. А по сравнению с тем, что сделали с Мандельштамом или с Митей, история Ахматовой изощенко. Бой бабочек, подумала я. Конечно, ее мука с Пастернаковской несравнима, потому что Лева был на каторге, а сыновья Бориса Леонидовича, слава Богу, дома. И она была нищей, а он богат. Но зачем, зачем ее тянет сравнивать и гордиться? Сочтемся мукою, ведь мы свои же люди. 19 декабря 58-го. Она позвонила мне, что экземпляры получены, и я могу приехать за книгой. Опрятная тоненькая красная книжка. В гостях у Анны Андреевны Наташа Ильина. Ох, милая Наташа, как горестно она отстает. По поводу Пастернака, например, с опломбом произносит убогую казенную чушь. Приходится ей объяснять, кто он такой. Странное дело. Она судит о нем как человек, не любящий, не знающий стихов. Анна Андреевна уже несколько раз просила меня не задираться с Наташей, пропускать мимо ушей. И я не задиралась, но сегодня не выдержала. Начался крик. Анна Андреевна молча и очень прямо сидела на стуле, не вступая в наш спор. Только один раз, когда речь сошла о праве писателя печататься за границей, если его не печатают на родине, сказала в поддержку мне. А воскресенье Толстого? Я напомнила Наташа Герценовская. Мы не рабы любви нашей к родине, как не рабы ни в чем. Вряд ли я убедила ее, но спор иссяк. Анна Андреевна вынула из пачки книжек экземпляр и, разговаривая, исправляла даты. Потом сделала надпись, налагающую на меня большую ответственность Лидии Корниевне Чуковской, чтобы она вспомнила все, чего нет в этой книге. Ахматова 19 декабря 1958 года Москва. Потом вписала в книжку на одном из шмутс титулов последний сонет. Этот сонет Анна Андреевна скоро переименовала в летний, а окончательно в приморский. Вот какие подарки. За работой она сказала. Я многим на этой книжке пишу. Остались от козлика рожки да ножки. Потом. Это моя единственная книжка, вышедшая в Москве. Собирается в Ленинград. Там заболела Ирина Николаевна. Едет вместе с Надеждой Яковлевной и с ней уже обещает скоро вернуться. Замучена переводами, жалуется, что от них голова болит и ничего своего писать не может. Я себя чувствую каторжницей. Минут на двадцать дела сегодня своего Пушкина. Дуэль. И сразу отложила. Нельзя. Прогул совершаю. Ненависть моя к переводам окрепла. Вот это действительно прогул. Преступная растрата национального достояния. Ахматовское, пастернаковское время, расходуемое не на собственное творчество, а на переводы. и снова скрылось. 28 декабря 58-го. У Анны Андреевны подробно и с ненавистью рассказала она мне о Шацком, Страховском, о его книге «Гумилев, Мандельштам, Ахматова», о статье в энциклопедии русской поэзии, вышедшей за рубежом. Статье, где ее трактуют дурно и лживо. Уверена, что источники всех заграничных лжей Адоевцева хочет быть вдовствующей императрицей. Отсуп Георгий Иванов. Николай Авдеевич Отсуп 1894-1958 годы жизни Поэт, эссеист, ученик и биограф Гумилева. Когда Гумилев был арестован, Отсуп ходил хлопотать о нем в ЧК. В 1921 году в издательстве «Цех поэтов» вышла книжка стихов Отсупа «Град», а впоследствии уже в Париже сборник стихотворений «В дыму» 1926 года. И поэма «Встреча» 1928 год. И к стихам Отсупа, и к нему самому в 20-е годы в петроградских литературных кругах принято было по преимуществу относиться с добродушной насмешкой. Был он объектом множества эпиграмм, в частности, запечатленных в Чукоколе. Высмеялась его предприимчивость, его обыкновение уезжать временами из голодного Петрограда в провинцию и привозить оттуда всякую снеть. Его фамилию, шутя, Чуковский расшифровал как аббревиатуру «Общество целесообразного употребления пищи». Так уж мною заведено то поэма, то пшено. Эти строки Георгия Иванова, относящиеся к Отсупу, занесены в Чукоколу. В 1922 году Отсуп эмигрировал. Владислав Ходосевич привлек его к журналу «Беседа», выходившему в Берлине в 1923-25 годах при участии Горького и Андрея Белого. Позднее, в 1930-м, Отсуп стал организатором и редактором журнала «Числа», где сотрудничали Адамович, Марина Цветаева, Алексей Ремезов, Борис Зайцев и другие. Николай Отсуп оставался верен главной своей теме – исследованию жизни и творчества Гумилёва. В 1922 году в Берлине в лимонахе цех поэтов вышла его статья о Гумилёве и классической поэзии. В 1926 в Париже «Воспоминания» Н. С. Гумилёв. В 1951 году Отсуп защитил диссертацию и получил степень доктора за работу о Гумилёве. В 1953 году в Нью-Йорке в первом номере журнала «Опыты» напечатан биографический отчерк Отсупа Николай Степанович Гумилёв. По-видимому, причисляя Отсупа к своим заграничным худителям, Анна Андреевна имела в виду его рассуждения о том, как относился Гумилёв к ее стихам и к ней самой. В России в последние десятилетия стихи Отсупа появлялись не раз в периодических изданиях, в журналах и газетах. В 1993 году на родине вышел в свет сборник его стихотворений, статей и воспоминаний под заглавием «Океан времени». Затем последовал такой монолог Анны Андреевны. «Была я в гостях у Елены Сергеевны». Сноска Елена Сергеевна Булгакова 1893-1970 годы жизни Жена Михаила Булгакова Анна Андреевна многие годы была дружна и с Михаилом Афанасьевичем, и с Еленой Сергеевной. Ему после его смерти она посвятила стихотворение «Вот это я тебе взамен могильных роз». Ей стихи из цикла «Новоселье». Во время войны Булгакова так же, как и Анна Андреевна была эвакуирована в Ташкент, но жили они в разных общежитиях. Анна Андреевна на улице Карла Маркса 7, а Елена Сергеевна на улице Жуковского 54. Впоследствии, после отъезда Булгаковой из Ташкента лентом 1943-го года, Анна Андреевна переселилась в ее бывшую комнату. «В этой горнице колдунья до меня жила одна», так пишет Анна Андреевна в цикле «Новоселье» в стихотворении «Хозяйка», посвященном Елене Сергеевне. В листках из дневника, рассказывая о ссылке Мандельштама, Анна Андреевна вспоминает, «Нина Альшевская и я пошли собирать деньги на отъезд. Давали много». Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое своей сумочки. С Михаилом Афанасьевичем и Еленой Сергеевной Булгаковыми Анна Андреевна познакомилась летом 1933 года. О встречах с ними смотрите в частности «Дневник Елены Булгаковой. Москва, 1990 год». Конец сноски. Была я в гостях у Елены Сергеевны. Там был дипломат, молодой, красивый и учтивый. Повествовал о Париже. Ну, что всегда о Париже рассказываю, то и он рассказывал. Вез меня назад на своей машине, и вдруг все соскочило. Дипломатия, Париж. Оказалось, он пишет стихи, и всю жизнь мечтал показать их мне. Одно стихотворение. «Здесь нельзя», говорю я, «Мы разобьемся, вижу, он опечален». Когда мы подъехали к моим дверям, я сказала, «Все в руках ваших». Я взгляну, что дома, и если будет можно, позову вас. Вхожу. Всегда пустота и порядок. А на этот раз у меня в комнате сидит Нина в одних трусиках. Купалась, сушит волосы. Никогда она так не сидела, кругом повсюду разбросано мое белье. Нина ушла. Белье я сложила в кучу, прикрыла его чем-то и послала мальчика за дипломатом. Он прочел мне стихи. Я подарил ему книжку. Хорошие стихи. Одно очень, а три совсем плохие. Она спросила, как мне понравилась книга. «Ваша книжка», сказала я, «встречаешься со старыми, давно полюбленными стихами и присоединяешь к своей любви новые, предысторию, например». «Предыстория», хотя и была уже напечатана в 1945 году в Ленинградском «Альманахе», но эту публикацию я проглядела, а с Анной Андреевной в ту пору не встретилась. «Предыстория». Эпиграф «Я теперь живу не там». Пушкин Россия Достоевского Луна почти на четверть скрыта колокольни. Торгуют кабаки, летят пролетки, пятиэтажные растут громады в гороховое у знамени под Смольным. Везде танцклассы вывески менял, а рядом Хенриет, Базиль, Андре и пышные гроба шумило в старшей. Но, впрочем, город мало изменился. Не я одна, но и другие тоже заметили, что он подчас умеет казаться литографией старинной, не первоклассной, но вполне пристойной семидесятых, кажется, годов. Особенно зимой перед рассветом или в сумерки. Или в сумерки, тогда за воротами темнеет жесткий прямой литейный, еще не опозоренный, модерном. И визави меня живут Некрасов и Салтыков, обоим по доске мемориальной. О, как было б страшно им видеть эти доски. прохожу. А в Старой Руси пышные канавы и в садике подгнившие беседки и стекла окон так черны, как прорубь. И мниться там такое приключилось, что лучше не заглядывать, уйдем. Не с каждым местом сговориться можно, чтобы оно свое открыло тайну, а в Оптины мне больше не бывать. Шуршанье юбок, клетчатые пледы, ореховые рамы узеркал коренецкой красою изумленных. И в коридорах узких те обои, которыми мы любовались в детстве под желтой керосиновой лампой и тот же плюш на креслах. Все разночинно наспех как-нибудь отцы и деды непонятны. Земли заложены и в Бадене рулетка. И женщина с прозрачными глазами, такой глубокой синевой, что море нельзя не вспомнить поглядевшего них, с редчайшим именем и белой ручкой, и добротой, которую в наследство я от нее как будто получила. Ненужный дар моей жестокой жизни. Страну знобит, а омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все и сам над первозданным беспорядком как некий дух взнесется. Полночь бьет, перо скрипит, и многие страницы Семеновским припахивают плацем. Так вот когда мы вздумали родиться, и безошибочно отмерив время, чтоб ничего не пропустить из зрелищ невиданных простились с небытьем. 1940-й 1945-й годы Потом я повторила, что в стихотворении «Как мой лучший день» мне не нравится казенное отмечу. «Как мой лучший день» я отмечу. День, когда о победе пела. Сейчас это слово ассоциируется с казенными речами или с выпивкой. Отметить 25-летие со дня, отметить юбилейную дату, выпить и закусить. «Исправлю», согласился Анна Андреевна всемилостивейше, а затем открыла мне секрет, которого я никак не ожидала. Оказывается, на самом деле тут совсем не отмечу и совсем не о победе. Я бы лучше по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце летело. Значит, никакого отношения к победе эти стихи при своем зарождении не имели. По-видимому, они относятся к разрыву с Гаршиным, к известию о его женитьбе. Вот чему навстречу, обгоняя солнце, летела она из Ташкента. Когда она перелицевала их, переадресовала победе, слог сразу отозвался на ложь. Этим инородным бюрократическим отмечу. 30 декабря 58-го. Сейчас проводила Анну Андреевну в Ленинград. Явилась я на вокзал, не зная ни номера вагона, ни даже номера поезда. Но, к счастью, мы встретились. Анна Андреевна схватила меня под руку, и мы пошли вперед по снеженной платформе. За нами друзья, которые ее привезли. Надежда Яковлевна, Нина Антонна и Миша с чемоданами. На улице у Анны Андреевны вечно ее дорожная тревога, растерянность, такая неожиданная в ней. Где билеты, где сумка, где палка? В купе Нина дала ей валидол, сняла с нее платок и шубу, вложила в руки сумку, и сразу она выпрямилась и закоролевилась. Так будет до Ленинграда, я знаю, а там на платформе снова дорожный ужас и сердечный спазм. 31 декабря 58-го. Последние часы уходящего года. Пишу письмо Борису Леонидовичу. 1959-й. Утром голос Анны Андреевны по телефону вернулась. Вечером я была у нее уже в Москве не на подступах. Ордынскую лестницу больше не назовешь Риму в 11 часов. Она хоть и грязная, но не в развалинах. А комната и совсем хороша. Чистые новенькие зеленые обои, белый потолок, белые свежие рамы окна. Анна Андреевна сидела в своей обычной позе на постели, слегка опираясь об одеяло ладонями. Я вгляделась, она усталая, полубольная, протянула мне книжку, изданную в Италии. На вид приятно, стихи по-русски и по-итальянски. Портрет работы Аненкова. Предисловие. О каком именно издании стихотворения Ахматовой по-итальянски идет речь, мне установить не удалось. Но оказалось, радоваться нечему. Переводы чудовищные, сказала Анна Андреевна. В стихотворении «Не бывать тебе в живых» строка двадцать восемь штыковых переведена так «Двадцать восемь человек, вооруженных штыками». штыками. Я ахнула. Это вместо двадцати восьми штыковых ран. «Не бывать тебе в живых» «Соснегу не встать» «Двадцать восемь штыковых» «Огнестрельных пять» «Горькую обновушку» «Дрогу шила я» «Любит, любит кровушку русская земля». Шестнадцатого августа тысяча девятьсот двадцать первого года Со мной на Западе случилось нечто непоправимое. Все берут сведения из какого-то одного источника, причем враждебного. Конечно, вся я из Кузьмина. Появление мое было на грани скандала. «Неправда, скандал был в манере Маяковского, Есенина, а не в моей. И самое лживое, будто двадцать лет я ничего не писала, а потом в сороковом году Ива и конец. Да ведь Ива вошла в сборник из шести книг. Как же ничего не писала, откуда же шесть книг? И почему им знать, конец или не конец в сороковом, если меня не печатали?» Не имея возможности прочитать все статьи и воспоминания об Анне Ахматовой, напечатанной за рубежом, приведу лишь один пример главной лжи, которая ее возмущала. В том и первом сочинении, опубликованном в 1965 году, то есть через шесть лет после гневного монолога Анны Андреевны, приводимого мною, в предисловие Струве на седьмой странице читаем Период между 1925 и 1940 был периодом почти полного молчания. И это написано о периоде, когда был создан реквием и многое другое. Далее Струве производит подсчет. Около полудюжины стихотворений Ахматова написала с 1925 по 1931. Немногие в 1936 и одно в 1939. Как видит читатель, ознакомившийся хотя бы с первым томом моих записок, со сборником памяти Анны Ахматовой, а также с Большой библиотекой поэта, подсчет, произведенный Струве, неверен. Подобный подсчет и не мог быть верным. Находясь за тысячи километров от поэта, о котором пишешь, да к тому же еще по ту сторону железного занавеса, подсчитать, сколько стихотворений и когда этим поэтам создано, затея неисполнимая, в особенности, если сознавать, что речь идет о периоде, когда Анна Андреевна не только не имела возможности печатать свои стихи, но даже записывать их. Откуда же Струве почерпнул приведенные цифры? Однако автор предисловия столь уверен в своих подсчетах, что с небольшой оговоркой повторяет их в 1967 году в новом издании первого тома сочинений. Целые десятилетия стихотворения Анны Ахматовой, созданные в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, а отчасти и 60-е годы, хранились лишь в памяти Анны Андреевны и ее друзей, и достоянием печати со временем оказались они только благодаря тому, что в это хранилище доступа не имел никто. Анна Андреевна дала мне маленький блокнот, в котором ее рукой, столбиком, записаны все конфискованные или рассыпанные книги Ахматовой. А вы заметили, что читатели стихов у нас исчезли начисто, остались переписчики. Все бегают друг к другу, переписывают, берегут, но если те же стихи напечатать, никто не станет читать их. И видели ли вы кого-нибудь, кто искал бы по книжным магазинам тот номер знамени, где напечатаны стихи Бориса Леонидовича? А ведь там есть прекрасные. В четвертом номере журнала «Знамя» за 1954 год под общим заглавием стихи из романа в прозе доктора Живаго были напечатаны следующие стихотворения Бориса Пастернака. «Весенняя распутница, белая ночь, март, лето в городе, ветер, хмель, бабье лето, разлука, свидание, свадьба». Я припомнила, как будто бы железом обмокнутым сурьму тебя вели нарезом по сердцу моему. Да, гениальные строки. И вот с моей книжкой. Мне Ирина Николаевна Томашевская говорит, «Сознайтесь, ведь книжка плохая, позвольте, там более ста моих стихотворений. Быть может, я плохой поэт, дело другое, но если вы любите мою поэзию, то почему мои стихи стали вдруг плохи? Только потому, что напечатаны?» К ней приходили из «Литературы и жизни», просили стихи. Она дала последний сонет, музыку, август, лирическое отступление. 5 апреля 1959 года в «Литературе и жизни» были опубликованы только два из перечисленных стихотворений. Последний сонет под названием «Летний сон». Здесь все меня переживет и музыка. Но музыка не в подлинном виде, а в ином, спасающем от цензуры. Музыка Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. В ней что-то чудотворное горит, и на глазах ее края гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся. Когда последний друг отвел глаза, она была со мной в моей могиле и пела, словно первая гроза, или будто все цветы заговорили. 1958 год. Что же антисоветского обнаружила в этом стихотворении цензура? Печаль, одиночество, могила. Это считалось недопустимым упадничеством. И потому Анна Андреевна создала новый вариант, уже лишенный мыслей об одиночестве. Вот этот второй вариант. Музыка. В ней что-то чудотворное горит, и вся она немыслимо лучится. Она сама со мною говорит, и утешать мне душу не боится. Открыты широко ее глаза, и грозен за плечами блеск воскрылий. И это все, как первая гроза, или будто все цветы заговорили. Это вариант заместитель. Горечь подлинника, слово могила истреблены. Два других стихотворения «Август», тоже измененные для цензуры, и «Лирическое отступление», отрывок из поэмы, опубликованы в том же году в журнале «Москва», в седьмом номере. Август был вещим этот сон или не вещим, впоследствии переименован в сон. Анна Андреевна спросила меня о Борисе Леонидовиче. Я рассказала то немногое, что знала сама. Она прекрасный человек и поэт божественный, но при том явно городской сумасшедший. Вошла Анечка. Анна Андреевна приласкала ее, поцеловала в голову. Она постоянно говорит об Анечкиной красоте. Я вгляделась. Профиль точеный, нежная кожа, большие серые глаза. Но глаза пустые и рот сухой, неприятный, недобрый. Пунинский Ирин. Я ушла рано, потому что Анна Андреевна, по всей видимости, была сильно утомлена. 26 апреля 59-го. Анна Андреевна позвонила мне с утра. Едет к Эмме Григорьевне, предлагает мне под вечер заехать к Эмме за ней и привести к себе, что я и исполнила. Выглядит она чуть-чуть лучше. Похвасталась, что может теперь ходить, не могла с лета 57-го. Сначала разговор о прозе Цветаевой, которую она сейчас читает. Выше всего она ставит «Мать и музыку». Это гениальная вещь. Мой Пушкин не нравится. Марину на три версты нельзя подпускать к Пушкину. Она в нем не смыслит ни звука. Я сказала, что мне кроме статьи «Мать и музыка» очень понравились еще две о Белом и о Брюсове. Нет, я не согласна. Белый весь выдуман. Брюсова она ругает недостаточно. Он ей представляется ученым, а он был невеждой. Она бунтует против его власти, а власти уже никакой не было. Почитали Блока, Сологуба, лучшие читатели уже догадывались о Мандельштаме, был молодой Маяковский, а два смешных человека, Брюсов и Бальмонт, кидались друг на друга, как вепри, и спорили, кто из них первый поэт. Про Волошина я читать не стала, я знаю, что Марина на него молится, а я его не выношу. Из Коктебеля всегда исходили сплетни. Статьи Марина Цветаевой, о которых зашла у нас речь, «Мать и музыка», «Мой Пушкин», «Пленный дух», «Герой труда» и «Живое о живом», о Волошине», опубликованы впервые за границей в тамошних журналах современные записки «Воля России» и в сборнике «Марина Цветаева, проза», «Нью-Йорк», издательство имени Чехова, 1953 год. На родине же проза Цветаева начала пробиваться в печать отрывочно в 60-е годы, а более полно гораздо позднее в 80-е. Одно из оснований, по которому Анна Андреевна не любила Волошина, это отношения между Гумилевым, Волошиным и Черубиной де Габриак или Советой Васильевой. История эта подробно изложена в статье Владимира Глоцера Елисавета Васильева. «Новый мир», 1986 год, номер 12. О Борисе Леонидовиче сегодня такая резолюция. Я подумал о нем по самому большому счету. Да, прекрасный человек и поэт божественный. Но с ним случилось то же, что с Гоголем, Толстым, Достоевским. К концу жизни он поставил себя над искусством. Читаю четвертый том писем Достоевского. В прошлый раз она мне их бронила. Скучно, не составляется из них Федор Михайлович. Сегодня по-другому. Там есть замечательное письмо о речи на пушкинских торжествах. Анна Андреевна читала книгу Федора Михайловича Достоевского «Письма в четырех томах», том четвертый. Замечательным называет она письмо к жене от 8 июня 1880 года. Сколько о ней наговорено, написано, а тут он сам о ней рассказывает. Кроме того, из этих писем ясно, что Анна Григорьевна была страшна. Я всегда ненавидела жен великих людей и думала «Она лучше». Нет, даже Софья Андреевна лучше. Анна Григорьевна жадна и скупа, больного человека с астмой, с подучей, заставляла работать дни и ночи, чтобы оставить что-нибудь детям. Такая подлость! Он пишет ей «Пообедал за рубль, зарабатывал десятки тысяч и не мог пообедать за два рубля». Разговор зашел о буре, разразившейся над литературным наследством из-за опубликования писем Маяковского к Лили Брик. Чуть ли не закрывать наследство собирались. Сноска. Для пояснения скандала, разразившегося вокруг 65-го тома литературного наследства, новое о Маяковском, привожу отрывки из апрельских и майских записей в дневнике Чуковского. 27 апреля 1959-го. Был у меня в лесу Федин, зашел по пути. Говорит, что с литературным наследством после напечатания книги новой о Маяковском дело обстоит очень плохо, так как начальству нужна лакировка всего, в том числе и писательских биографий. Оно с ненавистью встретило книгу, где даны интимные, правда, очень плохие, письма Маяковского к Лилии Брик. И вообще, Маяковский показан не на пьедестале, поэтому вынесено постановление о вредности этой книги и занесен удар над Зильберштейном. «Человек создал великолепную серию монументальных книг, образцовых книг по литературу ведению, отдал этой работе 30 лет, и все это забыто, на все это наплевать, его оскорбляют, бьют, топчут за один ошибочный шаг». «Создана в Академии наук комиссия», сказал Федин, «я председатель». «Вот и хорошо, вы выступите в защиту Зильберштейна». «Какой вы чудак, ведь мне придется подписать уже готовое решение». «Неужели вы подпишете? А что же остается мне делать?» И тут же Федин стал подтверждать мои слова, что Зильберштейн чудесный работник, отличный исследователь, безупречно честный, великий организатор и так далее. «А его книга о Бестужевых», говорит он, о Герценовский том и так далее, и знаете, что отвратительно, в комиссию не введены ни Зильберштейн, ни Макашин, но зато дополнительно введен Храпченко. Какая мерзость! И все же вы подпишете, а что же мне остается делать? Бедный Федин, вчера уже покрасили забор зеленой краской. Неужели ради этого забора, ради звания академика, ради официозных постов, которые ему не нужны, он вынужден продавать свою совесть, подписывать бумаги. 5 мая дважды был у Федина по делу лид наследства. Хлопотал, чтобы он, председательствуя в комиссии, созданной Академией наук, специально для рассмотрения вопроса о лид наследстве, новое Маяковском, сказал бы похвальное слово о Зерберштейне и Макашине. Второй визит нанес ему вместе с Макашиным. Хуже всего то, что Зерберштейн поссорился с Храпченко, а Храпченко, как теперь оказалось, уже член-корреспондент, подумать только, тусклый чинуша, заместитель Виноградова, то есть заместитель директора Института русского языка Академии наук СССР. 6 мая Вчера видел в городе Федина. Он подошел к моей машине и сказал, Зерберштейна хоть и со скрипом удалось оставить. Бой длился три часа. Коллегию летна следства раздули до девяти человек. Большую помощь Илье оказал Виноградов, который вел себя отлично. Конец сноски Этого Анна Андреевна разумеется не одобряет. Однако о Бриках отозвалась как всегда с презрением и гневом. Они пытались создать литературный салон, но не в шитье была там сила, а ведь быт Маяковского, то есть Бриков, противопоставлялся в те времена искусству. Искусство отменено, оставлен салон Бриков, карты, бильярд, чекисты, Агранов и многие другие. Смешно читать в письмах Маяковского к Лиле «Поцелуй Леву». Она целовала Леву и без просьб Маяковского. Мне о Лиле Юрьевне рассказывал Пунин. Он ее любил и думал, что и она любила его. А у меня теперь, когда я гляжу назад, возникла такая теория. Лили всегда любила самого главного Пунина, пока он был самым главным, Краснощекова, Агранова, Примакова. Такова была ее система. Я подружилась с Пуниным и провела с ним 16 лет, когда он политически был уже никем и ждал гибели, которая и воспоследствовала. Пунин с 1918 года по начало 20-х был заведующим Петроградским отделом изобразительных искусств в Народном комиссариате просвещения. Зачай Манна Андреевна прочитала четыре строки, написанные в 30-х годах. Я их никогда не слыхивала. За такую скоморошину откровенно говоря, мне б свинцовую горошину от того секретаря. Составляя впоследствии бег времени, Анна Андреевна дала другой вариант. Мне свинцовую горошину ждать бы от секретаря. Но в беге стихотворение напечатано не было. Впервые опубликовано за границей в сборнике памяти Анны Ахматовой. У нас сначала в 1988 году в статье Юрия Карякина «Ждановская жидкость» или против очернительства «Огонек номер девятнадцатый». Затем четверостишее вошло во многие сборники стихов Ахматовой. После чая мы пошли в Люшину комнату послушать записанный на магнитофон Фридочкин рассказ о Галышкине. Я беспокоилась понравится ли Анне Андреевне этот излюбленный мною жанр. «Это грандиозно», сказала Анна Андреевна. «Я подобного не ожидала. Ни одного пустого слова». Фрида Абрамовна Викдорова по поручению редакции «Комсомольской правды» съездила в село Ивановку Томбовской области к старикам колхозникам Марьи Андреевне и Александру Васильевичу Галышкиным. Сын их моряк Петр Галышкин обратился в газету с жалобой на некоего Утешева председателя колхоза, который отказывал больным старикам в соломе для починки крыши. «Настанет весна, оттепель, снег будет таять», объяснял в своем письме Петр Галышкин. «И в избе вода». «А как это для больного человека?» «Да и для здорового нехорошо». Фреда Абрамовна поехала в село Ивановку, чтобы добиться для стариков соломы. В избе пол земляной, дыра в крыше заткнута тряпьем. Председатель колхоза Утешев, встретив ее просьбу с презрительным недоумением, «И вы из-за этого сюда приехали?» «Я думал, вы из-за чего?» «А вы из-за соломы?» «Эх, товарищ, товарищ». Первый секретарь Райкова Макомсомола тоже удивился. «Нам о поголовье скота думать, а вы о дырявой крыше беспокоитесь». Соломы для Галышкиных Фреда Абрамовна все же добилась и, кроме того, записала со свойственным ей мастерством монолог, которым приветствовал ее выпивший на радостях Александр Васильевич. «Я советский человек и ты меня не прижимай». Я так утешиву и сказал. А он живет за счет народного достояния. Его поведение несознательное, несоветское. Соломы, если хочешь знать, у нас уйма. Рожь родилась хорошая, и соломы много. Он, если хочешь знать, соломы пожег на пятьдесят крыш, из одной самодуре пожег. Вот он какой. Сын пишет, «Сходи, папа, к Соколинскому. А зачем я пойду, когда у них с Утешевым одна согласие?» Утешев он коварный. «Он коварничает. Как тебя зовут?» «Запомню. Ничего не трудно». «Запомню. Фрида Абрамовна». «Милок, дочка моя ненаглядная, думаешь, солома мне нужна?» «Абрамовна, вот тебе крест, плевал я на солому, пускай Утешев ею подавится, пускай опутает ею А мне важна любовь. Милок, мой гость дорогая, мне человек важен, что ты приехала, это я век не забуду, и плевал я на солому. Эй, Марфа, старуха, куда стаканы убираешь? Я еще пить хочу». Абрамовна, Милок, я в Германии был, я в Венгрии был, во всех странах был, и мне все люди равны, всех люблю. А ты, Абрамовна, кто? Правильно, есть плохие, а есть хорошие. Вот и вся деление. И другой разделение не признаю. Марфа, дура, зачем водку убрала? Я еще пить буду. Абрамовна, дочка моя золотая, Милок, я в Германии был, в Будапеште был, в семи странах побывал, а Петя, мой сын, воспитанный, ну, невозможно, ну, сильно воспитанный, ну, нет сил, какой воспитанный. Эй, старуха, куда водку носишь? Кто в доме голова, я или ты? Как ты смеешь меня обманывать и водку тайно уносить? Абрамовна, Милок мой, а на войне, я веришь ли, никого не убил, вот крест, никого не убил. Дочка моя золотая, что я тебе скажу, дети мои заняли все центральные города, дочь в Москве, сын в Казани, другая дочь в Липецке, другой сын в Ухте, ну, а Петя, сын, моряк, с собой видный моряк, но такое дитё, таких нету больше, говорит, отслужу, жанюсь. А на ком ему жениться? Если ему в пару себе такую же невозможно хорошую, то им только и останется не по земле ходить, а на аэроплане летать. Милок, дочка золотая, я воевал, в семи странах был, но убивать никого не убивал. Зачем мне людей убивать? Было дело, мне в Германии один сказал, смотри, дай мишка какой аккуратный, а живёт в нём один дед, давай этого деда убьём и дай мишка очистим. Я ему, разве так учёные люди поступают? Как так? Взять да убить? Нет, я не убивал. В Германии был, не убивал, в Будапеште был, не убивал, в семи странах был, не убил. Пятое мая пятьдесят девятого. Сегодня утром меня срочно вытребовала к себе Анна Андреевна. Три часа должны прислать за стихами из Москвы, а у неё не перечитано, не вычетано. В Москве спешка. Мне рассказывали, что стихами Ахматовой они хотят поправить упавший тираж. А может быть звонок сверху? Не угадаешь. Она даёт им кусок из поэмы. Были святки кострами согреты, с некоторыми переменами, без Достоевской и Бесноватой. И три стихотворения, которые завершаются сном. Так теперь назван Август. Название они испугались, потому что постановление сорок шестого года было в августе. Я долго сидела над запятыми и многоточиями, которые у неё сложны, потом сбегала к машинистке, потом, вернувшись на ордынку, вычитала перепечатанную рукопись. И вот всё, чистое, ясное, победительное легло к ней на стул. Она была довольна. Девятое мая пятьдесят девятого. Вечером меня позвала к себе Анна Андреевна. Никаких дел, просто так. Прочитала мне кусок из «Гибели Пушкина». Раньше я слышала лишь небольшие отрывки. Поражает в этой работе следовательский, не только исследовательский, склад её ума. Ведь и в жизни она искусный следователь. Постоянно анализирует и сопоставляет факты в быту и делает из них смелые выводы. Например, в поисках источника западных неправд о ней сопоставляет слова, характеры, время отъезда, Отсупа, Адоевцевой и прочее. А в работе о Пушкине те же операции проделывает над людьми тридцатых годов прошлого века, которых она знает не хуже, чем своих современников. Мне и эта её пушкинистская работа представляется неотразимо верной, хотя, конечно, я не вооружена для полноценного суждения. Затем опять о Пастернаке. На днях она послала Борису Леонидовичу свою книжку с надписью «Борису Пастернаку Анна Ахматова». Попутное восклицание. Книга, конечно, уже у Ольги. Он звонил с благодарностью, особо восхищаясь стихами «Сухо пахнут им мартели». Она негодующим. Он читает их впервые, и я уверена, это стихи десятого года. Затем в какой-то неупомненной мною ассоциации разговор наш пошел вглубь времен и судеб. Тридцать седьмой, сорок первый, сорок девятый, пятьдесят третий, пятьдесят шестой годы. И длился часа два. «Вот как мы с вами хорошо поговорили сегодня», сказала Анна Андреевна, «когда я одевалась в передней». Помянули своих. Восьмое июня пятьдесят девятого. Я у Анны Андреевны, на столе толстый том. Это не Библия, как вы подумали, а итальянский словарь. Читаю дальше итальянскую ложь о себе. Густо? Густо. Я осмелилась напомнить, что мне пора уж получить от нее в подарок новый экземпляр поэмы. Мой уж очень устарел. Она обещала. Прочла новые строфы. Одна в эпилогии. После строк «И кукушка не закукует в опаленных наших лесах». Мой двойник на допрос идет. И в решке перед строфой и была для меня та тема. Строфа в решке. «И со мною моя седьмая, полумертвая и немая, рот ее сведен и открыт, словно рот трагической маски, но он черный замазан краской и сухою землей набит». Строфа в эпилоге. «А за проволокой колючей в самом сердце тайги дремучей я не знаю который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой из страшной были». Мой двойник на допрос идет. «А за проволокой колючей в самом сердце тайги дремучей я не знаю который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой из страшной были. Мой двойник на допрос идет, а потом он идет с допроса двум посланцам девки без носа суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего. За тебя я заплатила чистоганом, ровно десять лет ходила под наганом, ни налево, ни направо не глядела, а за мной худая слава шелестела». Итак, поэма без героя углубилась еще на один подземный слой. Все мы всю жизнь простояли на краю. Ахматова волею случая не погибло, но всегда сквозь свою непогибель различало звуки и очертания той, второй, неизбежной и чудом избегнутой судьбы. Звуки оттуда из таежного зазеркалья были необходимы в поэме, и вот они родились. В поэме 1913-1941 вместе с призраком Мазурских и Карпатских гибелей необходим был призрак и лагерного ада. Вот он и явился славой ей. Иначе поэма погрешила бы перед временем. Она, древне, кажется, была довольна моими рассуждениями. Сказала, я нашла наконец человека, который поэмы не читал, умный, не литератор. Дала ему вот ответ и протянула письмо. В самом деле письмо умное, глупость вкраплена только одна, не одобряет автор письма поэму Некрасова «Мороз красный нос». Впрочем, мое снисходительное «только» в данном случае не годится. «Речь идет ведь о морозе, а в этом случае всякая, даже мелкая глупость становится капитальной». Анна Андреевна махнула рукой. Да-да, кощунственные слова. Мороз, красный нос – одно из величайших явлений русской поэзии. Все музыка и все открытие. Потом протянула мне письмо Алле Цветаевой, благодарной за книгу. Анна Андреевна находит, что письмо похоже на материнское, а по-моему, нет. Оно но по глубине и уму в самом деле Цветаевская. Ариадна Сергеевна пишет, что книжка Ахматовой это, конечно, всего лишь обломки, но ведь и Венеру Милоскую мы знаем без рук. Эти слова в своем роде ответ Эфрон на ту надпись, которую Анна Андреевна сделала ей на книге. Надпись такая. Ариадне Сергеевне Эфрон не без смущения эти обломки. Ахматова 4 января 1959 года Ленинград Вот почему в письме Эфрон речь идет об обломках. Ариадна Эфрон Аля 1912-1975 годы жизни Дочь Марина Цветаевой и Сергея Эфрона. Детство ее прошло в России, отрочество и юность за границей. Вернулась она в Россию в 1937 году. В 1939 ее арестовали и отправили в лагерь, а из лагеря в ссылку. Освобожденная в 1948 году Ариадна Сергеевна в 1949 в момент повторничества была арестована снова и сослана. Вернулась из ссылки в 1955 Ею опубликованы в журналах многие произведения Марина Цветаевой и ею же совместно с Саакянц подготовлен к печати Цветаевский том Большой серии библиотеки поэта 1965 год. Ариадна Эфрон переводчица мемуаристка художница она переводила Бодлера Теофили Готье Верлена Лопе де Вега Тирса де Малина Мольера Скорона и других. Познакомились Анна Андреевна и Ариадна Сергеевна на дачу Пастернака 1 января 1957 года. Что ж так оно и есть. Я прочитала Анне Андреевне пародию на Панферова она очень смеялась. Я прочла вслух пародию Папернова Старик и Морев пародию на безграмотный и холуйский роман Панферова Волга Матушка Река в сокращенном и смягченном виде пародия была опубликована 13 февраля 1960 года в литературной газете. Я же располагала полным текстом, который ходил по рукам. Паперна в частности обыгрывает заглавие Хемингуэевской повести Старик и море и фамилию главного панферовского героя секретаря обкома Морева. В 1991 году пародия эта опубликована в сборнике «Паперны музыка играет так весело. Москва советский писатель». Нас позвали чай пить. За столом какой-то родственник Ардова сообщил, что в известиях грубо обруганы стихи Липкина. Анна Андреевна встревожилась. Она высоко ставит поэзию Липкина и очень дружна с ним. Семен Израиль Липкин год рождения 1911 поэт переводчик прозаик мемуарист сборники его стихотворений начали выходить уже после кончины Ахматовой Очевидец 1967 и 1974 Вечный день 1975 Тетрадь Бытия 1977 но Анне Андреевне хорошо известны были его стихи еще до их напечатания. Примечательно надпись сделанной Ахматовой на одной из ее книг Липкину чьи стихи я всегда слышу а один раз плакала Ахматова 6 июля 1961 год Ордынка Плакала Анна Андреевна слушая поэму Липкина техник интендант написанную в 1960 году и напечатанную у нас спустя 30 лет Анна Андреевна называла имя Липкина среди наиболее самобытных наших поэтов и искуснейших переводчиков каждый раз когда речь заходила о советской русской поэзии например в разговоре со мной 28 сентября 1962 года и за год до своей смерти в 1965 году в интервью о поэзии данном сотруднику вопросов литературы Липкин десятилетиями занимался переложением эпоса переложил индусский эпос Махабхарата калмыцкий Джангар киргизский Манас переводил Фирдауси Джами Наваи с предисловием Липкина восточные строки Анны Ахматовой вышла в 1969 году книга Ахматовских переводов классическая поэзия Востока воспоминания же Липкина беседы с Ахматовой можно посмотреть в сборнике взгляд знакомились Семен Израильевич и Анна Андреевна дважды впервые в 1943 году в Ташкенте Куда Липкин приехал после Сталинградской победы для свидания с родными и вторично в Москве в 1949 году в доме у Петровых Грубая статья которой зашла речь за чайным столом у Ардовых это анонимный фильетон появившийся 3 июня 59 года в газете Известия под презрительным заглавием альбомные стихи Выдержан он был в похабно издевательском тоне К нашему времени многочисленные стихи, поэмы и прозаические произведения Липкина появились сначала на Западе а потом и у нас Почему сначала только на Западе? По цензурным причинам но главным образом потому что Липкин и жена его поэтесса Инна Леснянская были участниками выпущенного Василием Аксеновым альманаха Метрополь Не диссидентского но и не представленного заблаговременно в цензуру 20 января 1979 года альманах подвергся разгрому на расширенном заседании Порткома Союза Писателей а затем и в печати Двое молодых участников альманаха Попов и Ерофеев исключены В знак протеста против исключения товарища пальмонаху Липкин и Леснянская вышли из Союза Писателей и разумеется понесли наказание Работы их оригинальные и переводные перестали публиковаться Восточноэпические поэмы переведенные Липкиным издательство заказывали другим переводчикам и так далее В 1986 году Липкин а через два года Леснянская были в Союзе восстановлены С тех пор у нас в стране публикованы такие книги Семена Липкина Лира Москва 1990 год Декада Москва 1990 год Уголь пылающий огнем Москва 1991 Лунный свет Москва 1991 Письмена Москва 1991 год Поэма техник интендант в России вошла в сборник Декада Воспоминания об Осипе Мандельштаме в сборник Уголь пылающий огнем Мемуарный очерк об одном дне приведенном вместе с Мариной Иванной в сборник Воспоминания о Марине Цветаевой Москва 1992 год В 60-70-е годы Липкин участвовал в спасении рукописи Василия Гроссмана Жизнь и Судьба 15-е июня 59-го Вчера в Переделкине проводила время с одним великим русским поэтом двумя талантливыми поэтессами и одной блистательной пародисткой При таком изобилии и разнообразии и блеска мне почему-то было скучно сама не знаю почему Ох, мудренное это дело сочетания и общения людей ровно в 6 часов вечера в наш переделканский двор въехала Наташина Волга на заднем сиденье рядом с собакой Ладой сидела Анна Андреевна Ахматова попросила меня приютить на часок у нас чемоданчик вот как с рукописями не расстается и всей компанией навестить Алигир я отнесла чемоданчик в зеркальный шкаф заперла его там взяла ключ с собой и мы отправились по дороге горестная новость о туберкулезе глаз у Алеши Баталова Нина Антонна вылетела к нему из журнала Москва ни известий ни корректур Анна Андреевна уверена что стихи ее напечатаны не будут Анна Андреевна ошиблась в Москве в седьмом номере за 1959 год были опубликованы три отрывка из поэмы без героя под общим заглавием из поэмы триптих а также стихи из цикла шиповник цветет по той дороге где Донской и сон а вы туда звонили спросила я я никогда не интересуюсь отвечала Анна Андреевна Мичуринец Мичуринец название железнодорожной станции и поселка садоводов неподалеку писательские дачи в поселке литературной газеты все вместе в трех-четырех километрах от Переделкина возле дачи Маргариты Иосифовны бунт цепных собак почуявших ладу на стеклянной террасе уселись чай пить странное было чаепитие разговор не вязался вопреки свободной светскости Анны Андреевны острословию Наташи и радушию хозяйки Анна Андреевна из окна разглядывала сад и хвалила его в самом деле какой-то он по-деревенски уютный терраса же убрана по-городски современно модно загранично разноцветный сервиз низкий диван и прочее за столом помалкивает узкоглазо стройная Маша была бы красива но очертания рта грубы а длинные волосы до плеч претенциозны на подоконнике посматривает Машиными зелеными глазами и поеживается кот боится лады когда дамы ушли на кухню разливать чай Анна Андреевна рассказала мне что один человек так объяснил ей почему все Вячеславовича Иванова не выбрали куда-то там в союзе сын его кома отчаянный пьяница пьет непробудно полное моральное разложение у бандюги проклятые вот и месть за дружбу с пастернаком это кома-то разложенец светлое сердце светлая голова жадность к труду большой ученый и какое у них отсутствие фантазии хоть бы что-нибудь поинтереснее придумали по-видимому когда кома в следующий раз не подаст руки негодяю окажется что он взяточник уж разложение так разложение кома Вячеслав Вселч Иванов год рождения 1929 многосторонний ученый работающий в разных областях знания языковед лингвист киновед литературовед переводчик и мемуарист основные научные труды Иванова посвящены сравнительно исторической грамматике индоевропейских языков клинописи хетского языка африканским языкам енисейским языкам теории письменности а также славянской мифологии общие семиотики математической поэтики и математической лингвистики Санна Андреевна Вячеслав Вселч познакомился еще мальчиком в Ташкенте в 1942 году взрослым же бывать у нее стал начиная с 1955 года запись сделана в 1979 году за последние десятилетия Иванов прошел длинный сложный путь на общественном и научном поприще одно время он был депутатом Верховного Совета СССР он директор Российской библиотеки иностранной литературы имени Рудамина член-корреспондент Российской академии наук заведующий сектором структурной типологии славянских языков в институте славяноведения и балканистики член-корреспондент Королевского общества Великобритании Академии наук США и многих научных учреждений мира он ведет преподавательскую работу в университете Лос-Анджелеса и в Стэнфордском одна за другой появляются работы Иванова по индоевропейскому языкознанию мифологии славянскому и балканскому фольклору назову некоторые из них славянский, балтийский и ранний балтийский глагол индоевропейские истоки Москва 1981 год индоевропейские языки и индоевропейцы книга написана совместно с Гам Крелидзе и вышла в Тбилиси в 1984 году с предисловием романа Якобсона из мемуарных и исследовательских работ Иванова отмечу те которые посвящены Ахматовой встреча с Ахматовой знамя 1989 год номер 6 воспоминания поэма без героя поэтика поздней Ахматовой и фантастический реализм Ахматовский сборник 1 Париж 1989 год к истолкованию стихотворения Ахматовой всем обещаниям вопреки там же Ахматовой Пастернак Известие Академии наук СССР том 48 1989 год номер 5 Запись продолжена в 1991 году Грянула гроза Мы молча сидели за столом любуясь молниями сквозь сплошную стену ливня Не для этого ли и приезжали больше кажется и незачем было Когда гроза миновала тронулись в обратный путь Снова бунт собак увидевших Ладу С нами села Маша Анна Андреевна попросила заехать в дом творчества и вызвать на минуту Ольгу Федоровну Она там и говорят не пьяная Машенька побежала Скоро явилась к воротам Ольга чуть растерянная Анна Андреевна вышла из машины ей навстречу Они обнялись поцеловались и назначили день встречи в городе Потом мы заехали к нам на дачу за Мариной и чемоданчиком За Мариной Николаевной Чуковской женой моего старшего брата Николая Я тоже в город Анна Андреевна смотрела на дорогу и почти не принимала участия в разговоре Мне казалось, она не только вглядывается в дорогу но и вслушивается во что-то свое не в нашу болтовню а может быть в тот самый один все победивший звук который звенит сейчас где-то у нее внутри 16 июня 59 дату помню приблизительно Анна Андреевна вынула из тумбочки письмо еще одно да и гораздо больше чем требуется и протянула мне Некто сообщает, что никогда не забудет двух своих встреч с нею помню каждое ваше слово и надеется непременно снова увидеть ее этим летом Я хотела проверить, какое впечатление производит на вас это письмо то есть нравится ли мне сильное оно или слабое нет не оценка не качество разряд я хотела бы знать к какому разряду писем по-вашему оно относится к любовному сказала я типичное любовное письмо ах так даже типичное значит мне не показалось а я уж признаться вообразила, что у меня начинается сексуальный психоз как у Любови Дмитриевны этого бы еще не хватало в семьдесят лет даме мерещатся любовные послания у меня седые волосы дыбом встали вот так она с двух сторон обеими руками подняла над головой две длинные седые пряди и движением плеч рук головы с такой безупречной точностью изобразила мраморную гордыню сквозь возмущение и ужас что я не удивилась чьей это влюбленности живая арка из рук это был подлинный архитектурный шедевр клиническое любовное письмо с удовлетворением подтвердила Анна Андреевна опустила руки и спрятала письмо в сумочку мне не показалось так и есть 12 сентября пятьдесят девятого Анна Андреевна приехала уже давно но я выбралась к ней только теперь и вот наконец она снова сидит против меня в ардовской комнате на постели-тахте и снова одаривает меня сотворенными ею чудесами прочитала летний сад подумаешь что же работа имя и одно прошлогоднее на смерть Зощенко Михаил Михайлович Зощенко скончался 22 июля 1958 года в Сестрорецке и был похоронен на Сестрорецком кладбище Ахматова написала об этом событии такие стихи словно дальнему голосу внемлю а вокруг ничего никого в эту черную добрую землю вы положите тело его ни гранит ни плакучая ива прах легчайший не осенят только ветры морские залива чтобы оплакать его прилетят молчаливый он был человек сказала Анна Андреевна и сама помолчала опять опять недовольна она Баирисом Леонидовичем он совсем разучился вести себя я была на 30-летии комы Иванова там и Борис с женой на бумажке указано что место его за столом рядом со мною нет сел на другое место полное неприличие это комин праздник а Борис говорил все время только о себе о письмах которые он получает ну можно ли так потом долго и скучно кокетничал когда его просили читать после того как я читала спросил меня во весь голос через весь стол что вы делаете со своими стихами раздаете друзьям сноска этот вечер примечательен в частности тем что там по утверждению Вячеслава Селыча Иванова Ахматова и Пастернак встретились и очень неудачно в последний раз встреча у меня на рождении 21 августа 1959 года вспоминает Иванов оказалось не встречи из-за нескольких полуслучайностей за Анной Андреевной должен был заехать шофер моих родителей и завести ее сперва на дачу к Пастернакам а потом уже на нашу соседнюю видимо он не понял или спутал машина приехала к нам и Анна Андреевна тяжело ступая взошла к нам на крыльцо переезды ей уже нелегко давались решили что я схожу и предупрежу Пастернака что она уже у нас очевидно Бориса Леонидовича задела это перемена планов они пришли с Винаидой Николаевной вместе довольно поздно когда уже садились за стол его начали усаживать с Анной Андреевной но он очень решительно отказался и просил чтобы его место за столом было рядом с Зинаидой Николаевной Ахматова была в свою очередь удивлена и обижена этим недоразумением они оказались за столом друг против друга Анну Андреевну просили почитать стихи она прочла подумая что уже работа и не должен быть очень несчастным первая из них Пастернаку очень понравилось он повторял и запомнил наизусть вспоминал на следующий день строки подслушать у музыки что-то и выдать шутя за свое потом Ахматова рассказывала что у нее попросили стихи для правды она послала летний сад но оказалось что для газеты не подошло она прочитала я к розам хочу Пастернак в ответ прогудел но вы бы еще захотели чтобы правда вышла с оборочками Пастернаки ушли довольно рано разговор между ним и Ахматовой так и не состоялся больше они не виделись об этом же вечере рассказал в своих воспоминаниях Михаил Константинович Поливанов он тоже подчеркивает ощущение напряженности возникшее за праздничным столом оно явственно вызвано было сидящими друг против друга Ахматовой и Пастернаком атмосферу определяло напряжение между этими двумя центрами чувствовалась некоторая непростота и весь стол казалось принимал участие в скрытом психологическом поединке по словам Поливанова Пастернак на этом вечере прочитал всего одно стихотворение на протяжении многих зим я помню дни солнцеворота единственные дни В Комарове у меня побывал Шостакович Я смотрела на него и думала он несет свою славу как горб привычный от рождения а Борис как корону которую только что нахлобучили на него она сползает ему на глаза он подпихивает ее снизу локтем потом вынула из своего вечного и всеобъемлющего чемоданчика пачку юбилейных телеграмм Ленинградский союз ее не поздравил Москва поздравила правление президиум длинные восторженные телеграммы от Федина и от Суркова странно безвкусная от Пастернака родной волшебницы своеобразное поздравление от правды телеграмма на официальном бланке ни единого юбилейного слова но очень просят прислать стихи и дата проставлена юбилейная хвалила дедову книгу от Чехова до наших дней которую сейчас перечла это было для меня большой радостью я очень люблю дедовы молодые книги ведь он первый заявил что в поэзию вошел город сказала Анна Андреевна по-видимому Анна Андреевна имела ввиду статью Чуковского об Альмонте а также следующие строки из предисловия книги от Чехова до наших дней период о котором я говорю в этой книжке характеризуется раньше всего тем что впервые отдал всю русскую литературу во власть города все это создано в городе городом и для города и я нарочно взял наименее городского поэта Бальмонта чтобы обнаружить что и он романтик старинного закала почти всецело сложился под давлением вывесок газет и тротуаров той мысли что в поэзию вошел город целиком посвящена и более ранняя статья Корнея Чуковского о современной русской поэзии я расспрашивала Анну Андреевну о лете о комарове о здоровье она отвечала что лето у нее было хорошее и все-таки о своей жизни говорила с горечью легко устает вот сегодня например диктовала воспоминания о Мондельштаме и утомилась тихим но яростным голосом пожаловалась что ее папки явно подвергаются просмотру кто-то бритвой взрезает корешки а самое горестное сказано было в конце знаете Лидия Корнеевна я потеряла оседлость лет восемь уже я и в Питере не дома и здесь не дома с тех пор как уехали с фонтанки спросила я не знаю я не заметила когда это случилось но случилось 21 сентября 59 сегодня Анна Андреевна прочитала мне набросок из своей книги о Пушкине она утверждает что прозаические отрывки последних лет в действительности не отрывки а цикл законченных произведений против обыкновения концепция ее не показалась мне на этот раз убедительной но боже мой тут я не судья я принесла ей Цветаеву эпос и лирика современной России она при мне перелистала статью как-то холодно и скептически сноска статья Марина Цветаевой эпос и лирика современной России имела под заголовок Владимир Маяковский и Борис Пастернак опубликована впервые в Париже в 1932-33 годах в журнале Новый Град в шестом номере и седьмом статья эта широко распространилась в Москве в машинописных копиях лишь в 50-е годы опубликована же была в Советском Союзе впервые в 1967 позднее печаталась во втором томе Цветаевских сочинений в двух томах в 1980 году и полностью в сборнике составленном Мнухином и Озеровым Марина Цветаева об искусстве Москва искусства 1991 год Конец сноски А я от пастернаковской части в восторге Цветаева удивительно чувствует пастернака наверное потому что при всех различиях они в поэзии родственники ветви одного куста перелистывая статью главку о Маяковском Анна Андреевна сказала он писал хорошо до революции и плохо после от Демьяна не отличить я не согласна а как же во весь голос Есенину куски про это разговор с финн-инспектором во весь голос конечно великая вещь сказала Анна Андреевна но это уже предсмертная а вообще Маяковский силен и велик только до революции божественный юноша явившийся неизвестно откуда с Хлебниковым же как раз наоборот он писал плохо до и прекрасно после 31 октября 59 записываю по памяти дней через 10 бумажку на которой я сразу сделала конспект я потеряла поэтому речения Анны Андреевны я пересказываю а воспроизвожу их только в тех случаях когда помню дословно пришла она ко мне сердитая усталая раздраженная провожал ее Оксман и оба великие путешественника заблудились позабыли номер дома позабыли номер квартиры а когда наконец нашли нашу парадную никак не могли управиться с лифтом и долго ездили вниз наверх я пыталась выяснить почему же где же это они заплутали но Анна Андреевна на меня только рукой махала а тут еще Люшенька позвала к чаю приятеля своего Сашу незнакомого Анне Андреевне и я боялась что это даст повод для нового неудовольствия на деле же случилось наоборот при чужом человеке она разыгралась развеселилась разговорилась говорила все время почти одна пересказала нам весь роман Кавки процесс от начала до конца отозвалась же о романе так когда читаешь кажется словно вас кто-то берет за руку и ведет обратно ваши дурные сны рассказала тут же и биографию Кавки на западе он гремит а у нас не издается впервые в Советском Союзе рассказы Франца Кавки переведенные Аптом появились в первом номере журнала иностранная литература в 1961 году роман же процесс переведенный Райд Ковалевой вышел у нас лишь в 1965 Анна Андреевна рассказала биографию Модильяни и свое с ним знакомство прочитала нам летний сад потом когда мы остались с ней вдвоем призналась что в стихотворении подумаешь тоже работа недовольно строкой так стонет средь блещущих днив я же призналась что в ее дивной музыке меня беспокоит последний друг и первая гроза она ответила вы правы но это трудно переменить я у нее спросила как же понравилось ей Цветаева о Пастернаке и Маяковском как все у Марины есть прозрение и много чепухи в Маяковском она не поняла ничегошеньки Бориса она любит и понимает некоторые вещи возмутительны но как например можно писать Есенинский Блоковская линия Блок величайший поэт двадцатого века пророк Исайя и Есенин рядом Есенин совсем маленький поэтик и ужасен тем что подражал Блоку помните вы мне как-то в Ленинграде говорили что Есенин Блоковский симфонический оркестр переигранный на одной струне так оно и есть отвез ее домой в своей машине Саша Поэт Подумаешь тоже работа Беспечное это житье Подслушать у музыки что-то И выдать шутя за свое И чье-то веселое скерцо В какие-то строки вложив Поклясться что бедное сердце Так стонет средь блещущих нив А после подслушать у леса у сосен молчальниц на вид пока дымовая завеса тумана повсюду стоит налево беру и направо и даже без чувства вины немного у жизни лукавой и все у ночной тишины Комарова лето 1959 года 19 приехала в Ленинград чтобы отдохнуть и устроить себе праздник побыть наконец с ленинградскими друзьями особенно с Шурой вглубь и не торопясь К Анне же Андреевне я не собиралась хотела только справиться по телефону о здоровье ведь с ней мы виделись в Москве недавно а ленинградцев своих я не видела века однако когда я позвонила ей ура вскрикнула она в телефон с такой искренней непосредственной радостью что не пойти стало невозможно и я пошла но лишь в последний вечер когда времени уже оставалось в обрез да и сил в обрез пошла невыспавшаяся то есть больная на отекших ногах с сердцебиением и одышкой до поезда еще необходимо было к Геше в таком ли виде с таким ли притупленным слухом и теканье Андреевне она же по-видимому в этот вечер как раз была расположена продолжительной и сердечной беседе досадно это я у нее в Ленинграде впервые после войны впервые на улице Красной Конницы впервые после фонтанного дома чистополя Ташкента нашей старой ташкентской ссоры новой московской дружбы на лестнице тьма и грязь Ахматовская лестница Ахматовская до слез и у меня в самом деле чуть не брызнули слезы из глаз от того как она открыла мне дверь я еще не успела ни позвонить ни постучать я еще только остановилась у двери где тут звонок а она ожидая уже стояла давно ли в передней прижимаясь к дверям и прислушиваясь да несомненно так потому что дверь она распахнула в ту самую секунду когда я остановилась первые слова ее вместо здравствуйте были я так вам рада я всегда вам рада но сегодня в особенности потому как сильно я вам обрадовалась я поняла как я здесь одичала из передней налево столовая там две двери направо и налево левая Каня Андреевна я вдруг оказалась среди давным-давно забытых мною вещей и в другом времени та же забытая мною гладкая рама туманного зеркала тоже кресло со сломанной ножкой и тот же маленький столик красного дерева что стоял двадцать лет назад в комнате фонтанного дома куда я так любила приходить тогда до войны в том еще моем Ленинграде вещи они ведь как губки впитывают в себя время и вдруг окатывают им человека с головы до ног если он внезапно встречается с ними после долгой разлуки для Анны Андреевны вещи ее комнаты полны наверное тринадцатым годом а для меня тридцать седьмым увидела я их только в тридцать восьмом но они как и я свидетели создания реквиема величайшего памятника той эпохи эпохи тридцатых годов которая вся вместе именуется тридцать седьмым Лева еще в пересыльной Митя уже убит я еще не знаю о его гибели и хлопочу вот что увидела я в прежнем зеркале Анны Андреевны перед этим горем гнутся горы на стене портрет судейкиной почему-то в той фонтанной комнате я его не помню Анна Андреевна выглядит дурно грузная отечная первого декабря был сердечный приступ вызывали неотложную после укола комфоры сердцу стало лучше но распухла рука кардиограмму сделать не удалось здесь слишком много помех прочитала мне три стихотворения одно мудрейшее о том что наследницей оказалась она наследницей величия и муки наследница эпиграф от царско-сельских лип Пушкин казалось мне что песня спета средь этих опустелых зал о кто бы мне тогда сказал что я наследую все это филицу лебедя мосты и все китайские затеи дворца сквозные галереи и липы дивной красоты и даже собственную тень всю искаженную от страха и покаянную рубаху и за могильную сирень Ленинград 20 ноября 1959 года другое о Ташкенте и обращено к тому высокому поляку которого я встречала у нее сноска речь идет о стихотворении в ту ночь мы сошли друг от друга с ума из цикла Ташкентские страницы в ту ночь мы сошли друг от друга с ума светила нам только зловещая тьма свое бормотали арыки и Азии пахли гвоздики и мы проходили сквозь город чужой сквозь дымную песнь и полуночный зной одни под созвездием змея взглянуть друг на друга не смея то мог быть Стамбул или даже Багдад но увы ни Варшава ни Ленинград и горькое это несходство душило как воздух сиротства и чудилось рядом шагают века и в бубен незримая била рука и звуки как тайные знаки пред нами кружились во мраке мы были с тобою в таинственной мгле как будто бы шли по ничейной земле но месяц алмазной филукой вдруг выплыл над встречей разлукой и если вернется та ночь и к тебе в твоей для меня непонятной судьбе ты знаешь что приснилось кому-то священная эта минута май 1942 года высокий поляк юзеф гутенчапский 1896 1993 годы жизни живописец публицист автор эссе и мемуаров выпускник петербургского университета кавалерийский офицер участник двух мировых войн в сборнике Анна Ахматова реквием Москва издательства МПИ 1989 год теменчик указывает в сентябре 1939 года Чапский попал в плен и был отправлен в лагерь под Старобельском вместе с двумя тысячами других польских офицеров Чапский и 78 его товарищей были переведены в июне 1940 года в другой лагерь в Грязовец под Вологдой в конце августа 1941 года в лагерь прилетел польский генерал Андерс который 14 августа был доставлен в Кремль прямо с Лубянки и договорился со Сталином о создании польской армии в России скоро выяснилось что 15 тысяч пленных офицеров нигде нет никто даже не мог ничего о них рассказать в их числе оказались и две тысячи старобельских товарищей Чапского Андерс поручил Чапскому их розыск в 1942 году Чапский ведал культурной работой в штабе генерала Андерса в Янге Юле под Ташкентом в Ташкенте на встрече у Алексея Толстого Чапский познакомился с Анной Ахматовой а впоследствии и со мной вечер у Толстого где он читал польские стихи Ахматова читала свои и вечер проведенный наедине со мною подробно описано Чапским в книге на бесчеловечной земле именно глава об этих двух вечерах в дополненном виде переведена на русский язык и напечатана в Вестнике русского христианского движения через 40 лет в 1989 моё имя там не упоминается но речь во втором отрывке идет обо мне оказавшись за границей Юзеф Чапский опубликовал три книги воспоминаний о своем пребывании в Советском Союзе в 1944 году воспоминания о Старобельске в 1946 тайна Катани и в 1949 на бесчеловечной земле книги переведены на многие языки мира с 1948 года Юзеф Чапский стал членом редколлегии и постоянным сотрудником польского журнала Культура выходящего в Париже как художник он считал себя последователем французских постимпрессионистов конец сноски стихотворение прекрасное таинственное восточное алмазное но ко мне Ташкент оборачивался помойной ямой и я его красоты не почувствовала Анна же Андреевна как всегда сумела над помойной ямой возвыситься и сотворить из ссора высокий миф шахерезада идет из сада и так далее это прекрасно но в ташкентском случае ее мифотворчество мне почему-то не по душе видно скудная у меня душа так и месяц алмазной филукой мне чем-то неприятен и созвездие змея чем наверное своим великолепием и третья прочла отличное об ускользании я была на краю чего-то чему верного нет названия зазывающая дремота от себя самой ускользание но наследница превыше всего тут не только благуханная красота но и полная осознанность своего места в истории показала мне составленный ею новый сборник седьмая книга требует автобиографии чтобы я написала что раньше я была плохая а теперь стану хорошая пусть пишет кто-нибудь другой я не хочу я откажусь опять ввела в поэму новые строфы да опять новые я заметила сказала она что трое умных читателей полагали будто портрет в комнате героини на стене его твердый профиль это портрет корнета который стреляется а не блока ну и пусть себе сказала я необдуманно на всякое чихание не наздравствуешься а не андреевне не понравился мой ответ она произнесла поучительным голосом я пишу для людей для людей лидия корнеевна а не для себя строфы облоки оказались ослепительными новые строфы облоки в действительности одна новая строфа это он в переполненном зале ниже в следующей строфе было и поведано чьим-то словом стало и его поведано словом но одна единственная новая строфа переосмыслила и преобразила весь отрывок посвященный портрету в спальне героине привожу все строфы о портрете новую и старые подряд как парадно звенят полозья и волочится полость козья мимо тени он там один на стене его твердый профиль Гавриил или Мефистофель твой красавица паладин демон сам с улыбкой Тамары но такие таятся чары в этом страшном дымном лице плоть почти что ставшая духом и античный локон на духом все таинственно в пришлице это он в переполненном зале слал ту черную розу в бокале или все это было сном с мертвым сердцем и мертвым взором он ли встретился с командором в тот пробравшись проклятый дом и его поведано словом как вы были в пространстве новом как вне времени были вы и в каких хрусталях полярных и в каких сияниях янтарных там у устья леты не вы и главное чудо не верится что они введены сюда с нарочитой целью для пояснения в них ничего нет рационалистического служебного как любит говорить Самуил Яковлевич кажется будто они всегда тут и были так и родились вместе с остальными строфами теперь уже поэму и представить себе без них невозможно Анна Андреевна в разговоре несколько раз возвращалась с возмущением какой-то глупой французской рецензии там написано Ахматова поэт одной темы какой не любви ли я так и вижу гневно воскликнула Анна Андреевна газета валяется на мраморном столике залитом утреннем кофе не любви ли мудрено устроено гениальное сердце казалось бы изо дня в день творя чудеса и сознавая это иду я чудеса творя и осознав себя наследницей великой русской культуры можно и не оскорбляться какими-то дурацкими рецензиями да видно нельзя никак глупость все равно ранит я и рассказала что судя по моему последнему разговору с Карагановой новый мир не станет печатать читателя Софья Георгиевна Караганова заведующая делом поэзии в журнале новый мир мне это все равно сердит ответила Анна Андреевна я забыла в свое время пометить в дневнике Анна Андреевна потребовала от редакции нового мира чтобы корректура ее стихов была непременно показана мне она по-прежнему свято верует будто корректурными знаками на этой планете владею я одна я прочитала стихи для надежности вместе с Корнием Ивановичем потом позвонила Анне Андреевне в Ленинград и доложила Анна Андреевна продиктовала мне новое четверостишее там все что природа запрячет и когда я передавала его по телефону Карагановой он и дама поставила меня в известность что стихотворение это вряд ли будет напечатано так как Дементьев зам Твардовского смущен четверостишием где порицаются подмостки рампа наши советские поэты любят лично встречаться с нашими советскими читателями Твардовскому же не нравится в этих же строках иностранное слово лайм лайт и рампа торчит под ногами все мертвенно пусто светло лайм лайта холодное пламя его заклеймило чело сноска Дементьев проявил большую проницательность у Ахматовой в подлиннике позорное пламя читатель в новом мире так и не появился и был напечатан в третьем номере альманаха наш современник в 1960 году в новом же мире в первом номере за 1960 год прошли все предоставленные Ахматовой журналу стихи кроме читателя подумай что же работа не стращай меня грозной судьбой летний сад отрывок и мне показалось что это огни воспоминания ты выдумал меня такой на свете нет теперь после опубликования отрывков из рабочих тетради Твардовского знамя 1989 год номер 9 очевидно что перечисленные стихи переданы были Анной Андреевной в новый мир по непосредственной просьбе Твардовского 29 сентября 59 года он записал вчера говорил по телефону с Ахматовой о новых ее стихах для нового мира которую лет 30 назад по антологии Ежова и Шамурина может быть считал покойницей как Блока Брюсова Гумилева только потом уж узнал что она жива правда знал уже задолго до ее стихов в правде в войну и прочих голос после старушечьего слабого в коем я и предположил было ее голос по которому можно было себе представить походку какой она подошла к телефону сильный уверенный не старый с готовностью в нем исключающий разговор с нею как со старушенцей назвался здравствуйте товарищ Твардовский мне показалось что она не поняла зачем мне ее стихи это редактор нового мира но боже мой вы мне это сообщаете о встрече Анны Андреевны с Александром Трифоновичем можно прочитать в третьем томе записок конец сноски я ничего менять не стану сказала Анна Андреевна потом она вышла на минуту и вернулась огорченная я хотела напоить вас чаем но никого нет и ничего нет я ее уверила что есть не хочу но дело то ведь не во мне вот какой у нее дом никого и ничего известная поговорка в гостях хорошо а дом и лучше это не о ней нет не лучше хуже она надавала мне множество поручений в Москву и я ушла 1960 20 февраля 60 Москва утром Анна Андреевна мне позвонила вечером я у нее за общим столом Нина Антонна Эмма Григорьевна и маленькая Баталова Анна Андреевна улыбается лукаво вы ничего про меня не слыхали нет а что оказалось в сборнике выпущенном в Нью-Йорке по случаю 70-летия Бориса Леонидовича напечатана поэма без героя от испуга я едва понимала смысл произносимых Анной Андреевны слов за границей напечатана поэма без героя значит опять все как живаго газеты собрания лужи моря океана клеветы а мы мы молчим то есть предательствуем правда там оказывается сверху поставлено публикуется без ведома и разрешения автора это быть может и спасет и тогда кто знает не пугаться надо а радоваться а теперь бы домой скорее камероновой галереей это я увижу напечатано мне на машинке а типографским шрифтом она андреевна встревожена но как-то не слишком по-видимому надеется что повторения истории живаго не будет время сейчас особенное вперед не угадаешь хоть на ромашке гадай хоть на кофейной гуще анна андреевна продолжала насмешничать вот вам и капитализм и уважение к частной собственности кража самая настоящая я подам на них в суд или обращусь в охрану авторских прав или напишу оскорбительное письмо Эйзенхауэру она увела меня к себе и показала стихи приготовленные для Сидоренко то есть для Альманаха наш современник читатель стихотворения обращенные к трем поэтам Нарбуту Мандельштаму Пастернаку разумеется без обозначения имен все это разгадаешь ты один пельнику и еще много старых в нашем современнике за 1960 год в третьем номере были напечатаны следующие стихотворения Ахматовой все это разгадаешь ты один портрет автора в молодости он не траурный он не мрачный где на четырех высоких лапах про стихи читатель первое возвращение читатель не должен быть очень несчастным и главное скрытным о нет что быть современнику ясным весь настежь распахнут поэт и рампа торчит под ногами все мертвенно пусто светло лаймлайта позорное пламя его заклеймило чело а каждый читатель как тайна как в землю закопанный клад пусть самый последний случайный всю жизнь промолчавший подряд там все что природа запрячет когда ей угодно от нас там кто-то беспомощно плачет в какой-то назначенный час и сколько там сумрака ночи и тени и сколько прохлад там тени знакомые очи до света со мной говорят за что-то меня упрекают и в чем-то согласны со мной так исповедь льется немая беседы блаженнейшей зной наш век на земле быстротечен и тесен назначенный круг а он неизменен и вечен поэта неведомый друг Комарова лето 1959 прочла наизусть телеграмму которую послала Борису Леонидовичу по случаю его 70-летия в этот день примите уверение как-то так очень уж официально сказала я лучше пусть официально чем тот бред который он прислал мне родной волшебнице сердится на Владимира Николаевича Орлова редактора ее седьмой книги хоть бы она не выходила совсем книга мне опостылила Орлов требует например чтобы в стихотворении я научилась просто мудро жить смотреть на небо и молиться Богу я заменила чем-нибудь Бога чем же прикажете служить единорогу 11 марта 60-го я у Анны Андреевны впервые после тусиной смерти Тамара Григорьевна Габе заболела раком в 1958-59 годах и скончалась 2 марта 1960 года она умирала дома почти безотрывно дежурила я возле постели Тамары Григорьевны Габе была я и при ее последнем вздохе вместе с Любарской приехавшей из Ленинграда и маршаком Да туси нет а я еще длюсь тщусь разговор был какой-то сбивчивый беглый впрочем разговор как разговор но я-то сейчас поверхностно воспринимаю неугадчиво не сосредоточенно не вглубь плохо слушаю много говорю я попробовала рассказать Ане Андреевне о тусе о том чем я жила последние месяцы о тусеном умирании когда сделалось известно месяцев 8 назад что у тусе метастаз в печень я каждый раз подходя к ее парадной видела неизбежный день похорон ясно видела похоронный автобус у подъезда 7 а тусенька была еще живая и часто веселая на звонок сама отворяла мне дверь в своем милом халатике и терпеливо дожидалась передней пока я сниму боты шубу платок а потом поудобнее устроившись под одеялом в постели со смехом и меня заставляя смеяться пересказывала в лицах очередную галиматью Панферова или Кожевникова вычитанную в очередном номере журнала особенно удавалось ей секретарь обкома Морев тот самый она показала как он с трясущимися поджилками принимает по телефону руководящие указания из Москвы Панферов говорила она явно и сам трясся когда писал эту сцену я слушала ее не в силах верить что автобус настанет но он прибыл в срок свежевыкрашенный синий нарядный возник во дворе у подъезда семь после многих недель ее судорог боли тошнот метания беспамятства бреда Тамара Григорьевна узнавала вас спросила Анна Андреевна последний раз она узнала меня за трое суток до смерти когда уже не могла говорить утром в шесть часов был приступ уремии я растирала ей дергающееся лицо дергающиеся руки в зрачках вернувшихся к сознанию от боли был ужас перед новой болью судороги уходили и вдруг глаза обрадовались это она узнала меня успокоившись рукой взяла мою руку и положила себе под щеку вот и хорошо что вы были возле сказала Анна Андреевна один раз еще задолго до этого еще когда она отвечала на вопросы и даже сама иногда разговаривала я поила ее чаем она вдруг махнула рукой вот так Лидочка и бывает так и бывает и озабоченно легла на бок чтобы снова вернуться к прерванному занятию умирать а потом на минуту очнувшись когда я неловко вытянула градусник у нее из подмышки вдруг сказала Лидочка я все думаю откуда берется столько происшествий лиц интересных картинок где они производятся кто их показывает мне когда вы спите нет наяву все время Анна Андреевна слушала меня с участием и со вниманием я же плохо слушала сегодня Анну Андреевну в воскресенье она собирается к Бонде читать свою работу о Пушкине по-видимому неоконченную гибель Пушкина редактором Невы назначен Петр Капица тот самый что пытался отнять у нее в Комарове дачу и наверное теперь выкинет из журнала ее стихи она ездила в гости к Оренбургу Ардова завели новую таксу я слушала и думала почему это у Туси когда она лежала в гробу появилась в волосах чуть повыше виска круглое белое пятнышко седины раньше я его никогда не видела и почему круглое думала я и о том каким она была удивительно самобытным человеком каждый из своих основных мыслей а их было много у нее о смерти о любви об искусстве о старости о религии о воспитании она пришла сама и к стихам меня с детства учил понимать стихи Корней Иванович потом Самуил Яковлевич а ее никто она сама одаривала меня тючевым баратынским фетом одно принимала другое нет и каждое свое приятие и неприятие умело объяснить с таким богатством ассоциаций с такой силой с такой красотой и образностью с такой находчивостью речи Анна Андреевна почувствовав о чем я думаю сказала а я помню ее молодой нарядный блестящий я читал у вас поэму помните и она так тонко и умно говорила о двух главных героях поэма без героя времени и памяти жалею что не записала тогда ее слов мы все тогда ничего не записывали разве потом о Леве сегодня у меня самая страшная годовщина в 1938 году в этот день я узнала что Лева арестован в этот день и начались мои хождения эти лица эти как у вас написано голубые губы эти ответы из-за окошек сноска губы у нее были голубые цитата из моей повести Софья Петровна которую я прочитала Ахматова 4 февраля 1940 года позднее Ахматова перенесла эти голубые губы в свой текст в прозаическое начало реквиема вместо предисловия помеченное первым апреля 1957 года повесть моя Софья Петровна сначала была напечатана за границей а затем через два десятилетия на родине в журнале Нева 1988 год номер 2 в сборнике моих повестей а также в нескольких других сборниках я спросила как Левина здоровье как его книга она впервые заговорила со мною о нем с горестной откровенностью книга идет но денег не платят он убежден что в этом виноват и я ведь я во всем виновата но и в этом тоже как его здоровье тут ничего нельзя понять он к врачам не ходит и сам ставит себе диагнозы теперь он уверен что у него язва слово язва вернуло меня к Тусе мы лгали ей до удаления опухоли и после будто у нее язва желудка кровоточащая требующая удаления верила ли она или нет передо мной притворялась будто верит а потом когда открылся метастаз в печень ей сказали будто у нее инфекционная желтуха неделю назад открытый гроб на руках вынесли из квартиры я шла рядом по лестнице ступенька за ступенькой Тусю навсегда уносят из дому какая желтая крикнула девочка увидев Тусина лицо когда гроб осторожно поворачивали перед автобусом 27 марта 60 сильно болели зубы но Анна Андреевна вытрепывала меня к себе я пошла досадуя однако увидев ее устыдилась лицо отечное серое перебои сердца она совсем больна позвала меня потому что хотела показать автобиографию без которой не может выйти книжка она пробовала уклониться откладывала отговаривалась и вот наконец написала странное произведение смесь обрывочных сведений из биографического словаря с истинной прозой поэта выбор сообщения о себе совершенно произвольный никакой главной мысли ни о творческом ни о жизненном пути а быть может из-за зубной боли я чего-то не поняла да и какая же мысль о судьбе Ахматовой была бы допущена в нашей печати не это ли а я иду за мной беда не прямо и не косо а в никуда и в никогда как поезда с откоса прелестно у нее в предисловии сказано о том как впервые она увидела море как научилась плавать Октябрьская революция пропасть под ногами увиденная с обрыва внезапно среди дня разведенного моста Гумилев упомянут в предаточном предложении по поводу летних поездок в имении свекрови несколько нарочитых надменностей первое стихотворение к счастью потеряно или вышла книжка стихов кажется в прессе хвалили не могу установить какой именно из вариантов автобиографии прочла мне Анна Андреевна в тот день в советской печати с разнообразными пропусками это автобиографическое предисловие напечатано несколько раз наибольшим опустошением оно подверглось именно в сборнике 61-го года тут нету ни плаванья ни похвал в прессе ни упоминания о первых стихах что же касается октябрьской революции и моста разведенного днем эпизод этот тоже отсутствует в напечатанном предисловии чувства мои были неопределенные поэтому отсуждение я воздержалась сделала несколько крошечных замечаний которые она приняла но должностным лицам я боюсь предисловия совсем не понравится впрочем посмотрим Анна Андреевна хвалила мне шинель поставленную в кино Алешей Баталовым великолепные находки например не снято ни одно историческое здание и это правильно потому что исторические здания стоят и сейчас продемонстрирую их и сразу утратится та эпоха пустая Нева над Невой пустое небо тут некоторая неточность на Неве мелкие суда всегда были и никаких знаменитых зданий одни задворки прекрасно и дом где Раскольников убил старуху потом показала мне переписанную из какого-то заграничного русского журнала рецензию Адамовича в библиографическом отделе литературы об Ахматовой приложенном ко второму тому сочинений перечислено около 20 работ Адамовича с 1915 по 1960 о которой именно шла речь не помню не то чтобы крылата но толково вот как значит потусторонний мир за границей существует в действительности и там обсуждаются русские стихи я помню Адамовича здесь в нашем мире в доме литераторов на бассейной его и Георгия Иванова которого я терпеть не могла и боялась из-за красных губ и пробора противность Иванова великолепно изображена Аненковым на известном портрете помню какие-то строки из стихов Адамовича о гибели Пушкина они меня трогали будто бы кто-то быть может и сама Гончарова узнает о предстоящей дуэли и пытается ее предотвратить по широким мостам но ведь мы все равно не успеем и конец и под черным вуалем у гроба стоит Гончарова улыбается жалко и вдали равнодушно глядит строки из стихотворения по широким мостам но ведь мы все равно не успеем Георгий Адамович Чистилище стихи книга вторая Петербург 1922 год в настоящее время через 68 лет стихи эти в России напечатаны снова в саратовском журнале Волга 1990 год номер 12 Вряд ли она улыбалась сказала Анна Андреевна когда я прочитала ей эти строки своей чудовищной вины она не понимала но как-никак ей было не до улыбок 24 апреля 60-го вчера вечером я на удачу позвонила Ардовам не приехала ли Анна Андреевна а оказалось приезжает сегодня с утра мне позвонил Миша и вечером я отправилась к ней захватив с собой поэму я давно мечтала внести в свой экземпляр накопившиеся с 55-го года исправления Анна Андреевна была ко мне внимательна и добра и на прощание сказала очень мне было с вами отрадно а мне как мы сидели рядышком часа два и она то своей рукой то диктуя добавила новые строки и строфы в мой экземпляр придя домой я поместила карандашом дату против каждой вставленной тогда строки и строфы вот главное из того что накопилось и было продиктовано или вписано Анной Андреевной в мой экземпляр поэмы 24 апреля 1960 года строфа маска это череп лицо ли строфа это он в переполненном зале строфа чтоб сюда из чужого века строфа все что сказано в первой части почти заново написано строфа о шаляпине и опять тот голос знакомый словно эхо горного грома наша слава и торжество он сердца наполняет дрожью и несется по бездорожью над страной родившей его впоследствии вскормившей а вместо наша слава и торжество не последнее торжество к прозаическому отрывку вместо предисловия сделан эпиграф иных уж нет а те далече под первым посвящением вместо 26 декабря 40-го года поставлено 27 в строфе это все наплывает не сразу вместо вспышка газа сделано запах розы в строфе но летит улыбаясь мнимо появилась новая строка ты наш лебедь непостижимый к третьей главке первой части вместо эпиграфа из князева любовь прошла и стали ясны поставлен эпиграф из мандельштама в петербурге мы сойдемся снова словно солнце мы похоронили в нем в строфу ветер полный балтийской соли продиктована строка кто лишь смерти просит убога в строфе так и знай обвинят в плагиате в строке у шкатулки ж двойное дно двойное дно заменено тройным такая замена по моему убеждению связана с новыми строфами возникшими в решке в 1959 60 годах Анна Андреевна объяснила мне почему удалена вспышка газа читатели подумают будто речь идет о газовой плите огорчила меня только шаляпинская строфа она утратила свою таинственность но зато в ней появилась Россия в письмо к НН Анна Андреевна продиктовала мне множество мелких поправок потом прочла интереснейшие свои записи о поэме сделанные зимой прошлого года пишет чувствовала что в это время с поэмой что-то происходило в этих записях есть между прочим такой эпизод после похорон Блока Анна Андреевна и Ольга Афанасьевна бродили по Смоленскому кладбищу разыскивая могилу Всеволода Князева но не нашли ее обе записи опубликованы как оказалось первая от 24 декабря 59 года из автобиографической прозы вторая от 17 декабря 59 из прозы о поэме привожу отрывки последние дни я все время дополнительно чувствую что где-то что-то со мной случается по какой линии это еще не ясно то ли в Москве то ли еще где-нибудь что-то втягивает меня как горячий воздух огромный печи или винт парохода картина выхваченная прожектором памяти из мрака прошлого это мы с Ольгой после похорон Блока ищущей на Смоленском кладбище могилу Всеволода это где-то у стены сказала Ольга но найти не могли я почему-то запомнила эту минуту навсегда упоминает Анна Андреевна в своих записях и о том что сказала мне однажды в Ташкенте и повторила в Москве все свои стихи я всегда писала сама а поэму пишу словно вместе с читателями с книгой заминка предчувствие не обмануло меня начальству автобиография не понравилась оставили только обрывки анкеты все живое выкинули сказала Анна Андреевна 3 мая 60-го Анна Андреевна выглядит дурно и жалуется на слабость за стеной вечеринка у Ардовых она разговоров не слышит а я слышу с особенной ясностью телефонные телефон из столовой вынесен в коридор на холодильник один гость уже в дребезге пьяный час целый мягким наседательным голосом увещевал какую-то Катю ну как тебе Катюша не стыдно я в поездке а ты любовника принимаешь нехорошо сама подумай я в поездке а ты книгу Ахматовой почему-то отняли у Орлова и передали из Ленинграда в Москву Анна Андреевна об этой перемене узнала случайно ее известить не сочли нужным книги наверное не будет сказала Анна Андреевна я согласилась переводить Лопада Вега надо на что-нибудь жить никакие переводы Ахматовой из Лопада Вега мне неизвестно гадали если книгу в самом деле зарежут то по какой причине почему не потому ли что поэма напечатана в Америке надоело мне все и зарезанные книги и эти вечные наши попытки догадаться понять сообразить предвидеть заговорили о Твардовском прекрасный подарок трудящимся к первому мая говорит Анна Андреевна и уверяет что для Твардовского это прогресс все-таки упоминается сталинская неправота не одна лишь правота своей крутой своей жестокой неправоты и правоты речь идет о главе из поэма Твардовского за далью даль появившейся в правде 29 апреля 1960 года глава называлась так это было а я в бешенстве какая же правота у профессионального палача у напарника Гитлера конечно Анна Андреевна понимает все это не хуже меня но она к Твардовскому равнодушна а я люблю дому дороги и многое многое еще и мне жаль что большой поэт оказывается сейчас среди отставших среди утешающих себя так это было на земле неправда не так это было прогресс Лидия Корнеевна явный прогресс повторяла Анна Андреевна товарищ растет меня возмущает применение к Сталину пакостнику интригану провокатору слова суровый грозный вел нас в бой слова облагораживающие своей высотую его подлое ремесло а тризна бразды ведал не о Владимире ли красное солнышко речь церковно славянским штилем говорить о пошляке невежественном грязном наглом трусливым хитром лжет высокий штиль я понимаю что ругательства тут тоже неуместны мелкие он то всего лишь палач да горе человеческое огромное свято но уж высокий слог во всяком случае неприличен ведал и как-то повернулось перо у Твардовского назвать смерть Сталина утратой немыслимое необъятное нежданное счастье спасшее от гибели миллионы недозамученных в лагерях и целые поколения на воле пусть матери выше поднимут детей спасенных от тысячи тысяч смертей вот как надо было встретить смерть Сталина почему же по Твардовскому эта спасительная смерть есть утрата но Анна Андреевна радуется возможности говорить вслух в печати о сталинской жестокости у Твардовского в поэме несколько раз крутой жестокий и то хлеб сноска привожу наиболее возвышенные струфы относящиеся к Сталину из поэма Твардовского «За далью даль» правда 29 апреля 1960 года глава так это было выделено всюду мною когда кремлевскими стенами живой от жизни огражден как грозный дух он был над нами иных не знали мы имен так на земле он жил и правил держа бразды крутой рукой и кто при нем его не славил не возносил надись такой то был отец чье только слово чьей только брови малый знак закон исполни долг суровый и что не так скажи что так ему кто вел нас в бой и ведал какими быть грядущим дням мы все обязаны победой как ею он обязан нам безмолвным строем в день утраты вступали мы в колонный зал тот самый зал где он когда-то у гроба Ленина стоял в минуты памятные эти на трезни грозного отца мы стали полностью в ответе за все на свете до конца теперь и мои многие стихи раскрепостятся как вы думаете спросила Анна Андреевна и прочитала мне два оба остальни одно станции а другое никогда мною не слышанное знаете бывает что закатится куда-то в щелочку а потом вдруг найдется а черная овце сына ее падишах съел на ужин сладко ль ужинал падишах ох страшно и сказала я время было страшно потому и стихи страшные сказала Анна Андреевна подражание армянскому я приснюсь тебе черной овцою на нетвердых сухих ногах подойду заблею завою сладко ль ужинал падишах ты вселенную держишь как бусу светлой волей Аллаха храним и пришелся ль сынок мой по вкусу и тебе и деткам твоим да вот будет проверка новому не страшному времени напечатают эти стихи или нет при жизни Ахматовой их не напечатали только после смерти в 1966 году в 13 номере журнала радио и телевидение по видимому по счастливой случайности явилось подражание армянскому затем оно исчезло еще на 23 года явилось снова в 1989 в сборнике узнают и других станции же впервые опубликованы у нас тоже в 89 сначала 29 января в Ленинградской правде затем в журнале Огонек номер 10 и в том же году в сборниках узнают и я голос ваш каждый раз стихи эти печатаются не совсем в том виде в каком Анна Андреевна дала их мне для бега времени о предполагаемом источнике Ахматовского подражания армянскому смотрите статью Георгия Кубатьяна царственное слово литературная Армения 1989 год номер 10 где автор сопоставляет стихи Ахматовой с четверостишием Аванеса Туманяна это же сопоставление еще в 84 году было сделано Соней Китчан затем Анна Андреевна обратилась ко мне с очень лестной просьбой записать для нее те мои мысли о поэме которые я излагала ей в прошлый раз попробую по дороге домой я припомнила и повторила всю стрелецкую луну Бориса дикий страх и всех Иванов злобы и самозванца спесь взамен народных прав вот это подходящий словарь страх злобы спесь да еще в предыдущей строке зверства это вам не бразды или тризна 7 мая 60 с утра голос Анны Андреевны в телефон сегодня я узнала что книги моей не будет приходите сегодня у меня верстка поликлиника переделкина тысяча дел верстка моей книги в лаборатории редактора Москва искусство 1960 год я предпочитаю второе издание вышедшее в 1963 году оно в меньшей степени искажено цензурой из поликлиники днем я заехала к ней ненадолго у нее Женя Берковская Женя Берковская Евгения Михайловна 1900 1966 годы жизни приятельница Анна Андреевна интеллигентная одинокая женщина с неудавшейся профессиональной и личной судьбой с молоду Берковская одаренная музыкальным слухом и голосом пыталась стать певицей после неудачи сделалась машинисткой зарабатывала себе на жизнь вязанием шерстяных шапок и кофточек одно время служила в плавательном бассейне к нужде присоединилось бытовое неустройство после войны Берковская потеряла комнату и скиталась по чужим углам в комнате пахнет валидолом Анна Андреевна сидит на такте тяжелая чуть задыхающаяся но с блестящими глазами официально ей не сообщили ничего но какая-то молодая редакторша прибегала сказать директор гослита Владыкин объявил на летучке что состав книги Ахматовой нас не удовлетворяет какие однако эстеты прямо-таки гурманы Ахматова их не удовлетворяет зато диризо вполне Анна Андреевна возбуждена и грустна бронит отрывок из романа Хеменгуэя напечатанный в литературной газете отчаянная гадость девица жует бифштекс с кровью и осведомляется у любовника сколько человек он убил злейшая пародия на прощай оружие Анна Андреевна имеет ввиду отрывок из романа Эрнеста Хеменгуэя «За рекой в тени деревьев» отрывок напечатанный 7 мая 1960 года в литературной газете под названием «Расскажи мне что-нибудь о войне» «Есть один отличный бифштекс» сообщил возвратившийся гран-маэстро «Возьми его дочка» «Хочешь с кровью» «Да, пожалуйста с кровью» «А тебе много пришлось воевать?» «Ты расскажешь?» «Достаточно» «А сколько ты убил?» «122 верных не считая сомнительных» «И совесть тебя не мучит?» «Никогда» Женя Берковская ушла «Я сказала Ане Андреевне что принесла ей просимое она она прочитала мои два листка о поэме великолепно я непременно включу этот текст в примечание в ответ на мое письмо вам я сама чувствовала что-то такое конкретность и отвлеченность то о чем у вас говорится и даже написала статью о лунатизме а вы все назвали своими именами по-видимому в данном случае Анна Андреевна похвалила мою заметку из вежливости по доброте душевной она никому ее не показывала обычно же те статьи и письма которые представлялись ей интересными показывала друзьям Анна Андреевна положила мои листки к себе в сумку и в обмен протянула мне пачку итальянских газет страшные фотографии каких-то преступников убийств и казни из-за этого мне сегодня плохо из-за этой казни и из-за кровавых бифштексов Хемингуэя а книга моя пусть я даже рада что ее не будет 11 мая 60-го переделкино трудный день в 6 часов вечера внезапно приехала Анна Андреевна ее привезла в своей машине Наташа Ильина в доме у нас тревожно Корнею Ивановичу не лучше гости к нему не поднялись Анна Андреевна грузная с одышкой в лес не пошла а села на скамью возле дома радуясь воздуху и зелени привезла показать мне новую страфу в поэму мгновение полюбленная полюбленная а села врачи врачи как раз накануне приезда Анна Андреевна я бегала в дом творчества к Ване к Ивану Игнатьчу Халтурину чтобы разузнать что-нибудь о Пастернаке в доме творчества всегда знают все раньше всех и в самом деле только что мы вышли с Ваней на балкон к нам подсел Асмус который ходит к Пастернакам по три раза в день Валентин Фердинандович Асмус 1894 1975 годы жизни один из преданнейших друзей Пастернака и один из образованнейших людей нашего времени он был историком философии преимущественно античной и германской а также знатоком русской литературы автором исследовательских работ о Пушкине Грибоедовой Лермонтове Толстом знаменитое стихотворение Пастернака «Лето» 1930 год воспевающее дружбу за дружбу спасенье мое в журнальной публикации посвящено первой жене Асмуса Ирине Сергеевне четыре семейства вместе прожившие лето в Ирпене это семьи Бориса Леонидовича и А.Л. Пастернаков Нейгауза и Асмуса это друзья для которых малы мои похвалы и мои восхваления мои словословия мои похвалы во время последней смертельной болезни Пастернака Асмус жил у себя на даче в Переделкине но столовался не дома а в Переделкинском доме творчества все кто не хотел докучать расспросами родным больного подстерегали на Переделкинских дорожках Асмуса зная что Валентин Фердинандович может сообщить последний бюллетень Асмус автор статьи творческая эстетика Бориса Пастернака опубликованный в качестве предисловия к сборнику Борис Пастернак об искусстве Москва 1990 год Валентин Фердинандович сказал что больного он не видел со дня болезни но сегодня слышал из-за двери его голос изменившийся слабый лечит Пастернака Фагельсон а дежурит возле него литфондовские врачи и сестры инфаркт тяжелейший Фагельсон говорит тяжелее чем у Олеши зачем же он это говорит Олеша вчера умер еще рассказал Асмус что Зинаида Николаевна не отходит от Бориса Леонидовича очень умело за ним ухаживает но воспользовавшись тем что он лежит внизу и вверх свободен затеяла там давно мечтаемый ею ремонт Борис Леонидович страдая от жары просил не топить в доме когда рабочие наверху случайно задели трубу он подумал что затопили и очень разволновался казалось бы ясно инфаркт и ремонт две вещи не совместимые но нет хозяйственность прежде всего после ужина Анна Андреевна пожелала съездить к Пастернаку справиться о здоровье поехали Наташа осталась за рулем и вот я опять веду Анну Андреевну по тому же двору пусто мрачно Анна Андреевна ступает с трудом задыхаясь взошли на крыльцо правое кухонное нам навстречу Леня и Нина Александровна Табидзе встретили сначала неприветливо не узнали Ахматову потом подобрели Нина Александровна рассказывая пошла нас проводить до ворот говорит что сегодня Борису Леонидовичу лучше Анна Андреевна с измученными глазами еле сделала шаг вверх в машину внутрь все труднее и труднее с каждым месяцем дается ей этот единственный шаг в машине она сказала я так рада что побывала здесь надеюсь ему передадут в последнее время она была недовольна Борисом Леонидовичем и я думаю сейчас это ее точит вдруг в час ночи звонок по телефону вспоминает Веленкин голос Анны Андреевны которая никогда мне так поздно не звонила мне именно вам захотелось позвонить я была в переделкине у нее было по ее словам такое чувство что они помирились хотя ее к нему в комнату уже не могли пустить только сказали ему что она здесь рядом запомнились ее слова я так рада что у него побывала плохо совсем мучается бедненький наш Борисик Веленкин в 101-м зеркале издание 2-е дополненное Москва советский писатель 1990-й год 14 мая 60-го Анна Андреевна отяжелевшая слабая полубольная я была у нее недолго рукопись зарезанной книги передана Суркову показывала Николаю Ивановичу страфу ту что привозила ко мне на дачу он тоже против предложил одну замену вместо помогите еще не поздно помоги мне еще не поздно я не уверена Анна Андреевна кажется приняла нет оставила помогите к Анне Андреевне приходила какая-то сотрудница литературного музея расспрашивать о художниках ее рисовавших и писавших она не знает ровно ничего все имена были ей в новинку я ей аккуратно называла всех в том числе из Дельманова Чудовскую которая писала меня во весь рост Анна Михайловна Зельманова Чудовская 1890-1948 годы жизни художница чьи работы в десятые годы появлялись на выставках мира искусства и союза молодежи портрет Ахматовой Масла был исполнен Зельмановой в 1913-14 годах где он теперь я не знаю воспроизведение смотрите например в книге Анна Ахматова фотография Зельманова была красавица подруга Соломеи Андронниковой в нее был безумно влюблен Мандельштам она и его писала девушка бормочет что-то о какой-то экспозиции которую они развернут конечно ничего этого не будет если меня развернуть в экспозицию я пропала вы подумайте только Николай Степанович Лева Николай Николаевич два постановления ЦК это не то что какая-нибудь там буржуазная слава ланду или автомобиль старая дама бриллианты в ушах это читайте товарища Жданова это я какая тут может быть экспозиция господи девчонки по невежеству погубят себя и меня заговорили о Борисе Леонидовиче о его болезни Фагельсон полагает мне передавал Асмус инфаркт еще страшнее чем у Олеши но организм гораздо могущественнее состояние хотя и тяжелое но далеко не безнадежное началась кровавая рвота собирают консилиум трудно мне было все это произносить я думаю о том неужели я видел его в последний раз вот тогда в самом начале месяца когда он пришел возвратить деду деньги и книги дед лежал больной после спазма и к нему никого не пускали Борис Леонидович очень торопился он уже снял было калоши и пальто но услыхав что дед болен стал сразу опять одеваться хотя я и сказала что поднимусь наверх взгляну что ему-то Корней Иванович будет рад и прочее но он впереди совал мне в руки книги и какой-то конверт вот передайте папе тут я у него брал книги и деньги ваш отец удивительно благородный человек он наверное даже вам не сказал что я давно уже должен ему пять тысяч я оставив меня с книгами и тысячами в руках побежал чуть не бегом сильно хромая нет это был не последний я его еще раз видела но уже не вблизи а издали я шла по дороге вдоль поля меня обогнало такси у ворот Бориса Леонидовича машина остановилась и оттуда вышла дама ей навстречу поспешил Борис Леонидович взял под руку и повел к себе в последний и его в последний раз Анна Андреевна сказала безобразие что к нему сейчас не пускают Ольгу какая бы она ни была Анна Андреевна заблуждалась 16 мая 60-го говорят был консилиум у Бориса Леонидовича подозревали инфаркт в легкое инфаркт в желудок но подозрения о желудке кажется отпали а в легком что-то есть какая-то страшная полоса корнея Она, оказывается, уже звонила сама. Кругом разговоры о войне и выступлении Хрущева в Париже. 17 мая 1960 года «Правда» опубликовала заявление Хрущева, сделанное им в Париже, с требованием отмены начавшегося между великими державами в совещании о верхах. Заявление Хрущева вызвано было тем, что утром 1 мая американский самолет, поднявшийся с американской базы в Пакистане, нарушил советскую границу и продолжил полет вглубь страны, пока его не сбили. Было ли это в действительности так или как-нибудь иначе, мне, разумеется, неизвестно. Хрущев требовал, чтобы правительство великих держав и, в первую очередь, правительство США осудили провокационные действия военно-воздушных сил США в отношении Советского Союза. Всю предыдущую неделю в советских газетах появлялись угрозы ударить по базам тех стран, откуда осуществляются полеты. Анна Андреевна сказала, «Прибежал сосед, война, челюсть отвисла. Я уверена, у него ванна уже полна керосином, а сверху плавает соль, запасы». Она накинула халат и повела меня в столовую. Там мальчики. Миша слышал английское радио и уверил нас, что Эйзенхауэр ответил Хрущеву чем-то примирительным. Мы повеселели, выпили чай с Ардовыми и снова вернулись к ней. Она снова легла. Бронит Федина. Прочла в правде отрывок. Кроме всего прочего, он позабыл, что такое диалог. Сколько пластов в диалогах у Пушкина, хотя бы в пиковой даме. Можно снимать слой за слоем. Старуха прошлого века. Оттого по-французски она говорит как парижанка, а по-русски как собственная прачка. Вся она выражена диалогом. А тут... 15 мая 1960 года в «Правде» были опубликованы эпизоды из романа «Костер. Час первый». Слова Анны Андреевны о диалоге в пиковой даме интересно сопоставить с ее записью, сделанной в Комарове 22 августа 1961 года, под заглавием «Второе письмо». Запись преподнесена автором как продолжение письма 1955 года, то есть письма к Н.Н. Конечно, каждое сколько-нибудь значительное произведение искусства можно и должно толковать по-разному, тем более это относится к шедеврам. Например, «Пиковая дама» и просто светская повесть 30-х годов XIX века, и некий мост между XVIII и XIX веками, вплоть до обстановки комнаты графини, и библейское «Не убей», отсюда все, преступления и наказания, и трагедия старости, и новый герой, разночинец, и психология игрока, очевидно, беспощадное самонаблюдение, и проблемы языка, каждый говорит по-своему, особенно интересен русский язык старухи. До Карамзинский. По-французски надо думать, она говорит не так, но, я, простите, забалтываюсь, меня нельзя подпускать к Пушкину. Проза о поэме. 1990 год. 22 мая 60-го. Утром вчера я позвонила, узнать, можно ли прийти к Анне Андреевне вечером. Сама она трубку не взяла, лежит, ей не здоровится. Но Виктор Ефимович передал, вечером просит прийти непременно. Вечером я и отправилась на Ордынку. Ничего не ожидая худого, с нарядной книгой сказок Чуковского под мышкой, по просьбе Анны Андреевны Корней Иванович послал книгу в подарок Нининой внучке. Дверь открыл Ардов. Анна Андреевна в больнице, скорая помощь, Боткинская. Днем были сильные боли, по-видимому, инфаркт. Я и книгу отдать позабыла. В воскресенье поехала в Боткинскую, корпус 1-й, палата 7-я. Она сюда и хотела, потому что здесь Водчал. Борис Евгеньевич Водчал. 1895-1971 годы жизни. Терапевт, кардиолог. Водчал обладал огромным опытом военного врача. Во время войны он был главным терапевтом армии, а затем фронта. После войны Борис Евгеньевич приобрел широкую известность в кругах официальных, а также литературных и артистических. В частности, лечил пастернака. С 1969 года действительный член Академии медицинских наук СССР. Человек 6, кроме нее, в палате. Она лежит на спине, возле Нины Антонна и Марии Сергеевны. Боли уже нет, но глаза блестят, жар. Когда ее привезли на скорой, она часа два пролежала в коридоре, пока освободилось место в палате. Лежит, молчит, старается не шевелиться. Ниночка и Маруся ушли. Я пересела поближе и передала Анне Андреевне добрую весть о книге, о своем разговоре с Оксманом. Я Юлиану Григорьевичу в телефонном разговоре плакалась в жилетку, жалуясь на историю с книгой. Через три часа Юлиан Григорьевич позвонил мне. У него по какому-то делу был редактор Гослита, Мстислав Борисович Казьмин, сын его друга, историка Казьмина. Юлиан Григорьевич просил разузнать о книге изнутри, но оказалось, что разузнать ничего не надо. Слушайте, слушайте, рукопись находится у этого самого молодого Казьмина. Мы попали в самую точку, а он клянется, что тревога ложная, что книга выйдет, что весь сыр-бор загорелся из-за двух стихотворений, вставленных Орловым, как раз тех, о которых упоминал в своем докладе Жданов, что он, Казьмин, снимет эти два стихотворения, и все будет в порядке. Итак, доклад Жданова в силе, сказала Анна Андреевна. Вот вам и новая эпоха. Жданов издевался над всеми стихами Ахматовой, но делал попытки пересказать и процитировать три. А ты думал, я тоже такая? Все расхищено, предано, продано. Когда лежит луна ломтем черджуйской дыни, какие именно два из этих трех, неосторожно вставил Орлов, мне неизвестно. А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня, и что брошусь, моля и рыдая под копыта гнедого коня, или стану упросить у знахарок в наговорной воде корешок, и пришлю тебе страшный подарок, мой заветный душистый платок. Будь же проклят, ни стоном, ни взглядом, окаянной души не коснусь, но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенным чадом, я к тебе никогда не вернусь. Петербург. Июль 1921 год. Когда лежит луна ломтем черджуйской дыни, на краешке окна и духота кругом, когда закрыта дверь и заколдован дом воздушной веткой голубых глициней, и в чашке глиняной холодная вода, и полотенца снег, и свечка восковая, горит, как в детстве мотыльков, сзывая, грохочет тишина моих, не слыша слов, тогда из черноты рембрандтовских углов склубится что-то вдруг и спрячется туда же, но я не встрепенусь, не испугаюсь даже, здесь одиночество меня поймало в сети, хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий, и в зеркале двойник не хочет мне помочь, я буду сладко спать, спокойной ночи, ночь. Ташкент. 28 марта 1944 год. Да, я тоже все время думаю, Ждановщина в литературе — это то же, что Ежовщина и Бериевщина в правосудии. Почему бы не отказаться и от этого позора? От Сталинщины во всех видах. Мы заговорили о наших больных. Я ей передала привет Корнея Ивановича, ему-то я о ее болезни и о больнице не сказала. Его сейчас тревожить нельзя. Передала привет от Самуэла Яковлевича, которого на днях навещала. Диагноза еще нет, сам он пока молодцом, не говорит жалких слов и работает. Подняв брови, она ждала, ждала вестей о Борисе Леонидовиче. А я все тянула, тянула, потому что вести нехороши. Я сказала, ничего нового, организм борется. А что инфарктные изъязвления желудка, инфарктная пневмония, про это я умолчала. Я заметила, пока чему-нибудь нет названия, легче. А дадут боли имя, страшней. Асмус, произнося эти имена болей, плакал. 26 мая 60-го. Переделкино. У Бориса Леонидовича рак. Псевдоним смерти. У Бориса Леонидовича смерть. 29 мая 60-го. Москва. Была в Боткинской у Анны Андреевны. В палате ее не оказалось. Больные объяснили, она на балконе. Значит, не лежит, ходит. Значит, не инфаркт. А я, измученная переделкинской вестью, и здесь не ждала доброго. Анна Андреевна в кресле. Под сводами столетних лип. Знойно. На разбитых плитах пятна солнца и сыпучие холмики прошлогодней листвы. Анна Андреевна в тени. Возле нее Наташа Ильина. Не только не инфаркт, а даже и не сердечный приступ. Межреберная невралгия. Хоть и больно, да зато безопасно. Так Лидочка и бывает. Но и так тоже бывает. Она спокойная, ровная, почти веселая. Инфаркта нет, и книга двигается. Твардовский и Сурков написали одобрительные рецензии. Книгаторг просит 300 тысяч, а Гослид дает всего 25. Анна Андреевна читает сейчас «Королей и капусту» у Генри и однотомник Саша Черного. Говорит. Очень интересно впервые читать Черного подряд. Вы заметили, что с ними со всеми происходит в эмиграции. Пока Саша Черный жил в Петербурге, хуже города и на свете не было. Пошлость, мещанство, смрад. Он уехал, и оказалось, что Петербург — это рай. Нету ни Парижа, ни Средиземного моря. Один Петербург прекрасен. В 1960 году в большой серии библиотеки поэта вышли из печати стихотворения Саши Черного «Советский писатель, вступительная статья и общая редакция Корнея Чуковского». В 1954, 1955 и 1959 годах, после чуть ли не 30-летнего перерыва, появились в переводе Чуковского «Короли и капуста» о Генри. Вдруг Анна Андреевна перебила себя. «Что скажете о Борисе Леонидовиче?» Я сказала правду. Я решила, раз у нее не инфаркт, можно сказать. И должно. В эту минуту явились новые посетители — Эдик Бабаев и молодая быстроглазая дама, дочь Шкловского. Я ушла. 31 мая, 60-го. Переделкино. Борис Леонидович скончался вчера вечером. Мне сказала об этом наша Марина. Позвонила утром с дачи в город. Деду они не говорят, ждут меня. Я поехала. В Переделкино, где уже нет Пастернака. В Переделкино, который будет носить его имя. Дед впервые решился встать с постели и переселиться работать на балкон. Сидит в кресле, укутанной по пояс пледом, и пишет на дощечке. Когда я вошла, он не сразу услышал. Сидел, опустив бумагу на колено и вглядываясь в любимую березу со скворечником. Он всегда выискивает на ее стволе следующую свою строку. Поморщился с досадой. Я прервала строку. Ну что ты? Я взяла стул, села напротив. Несчастье, дед. И выговорила. Свершая эту жестокую операцию, я видела ясно при ярком свете солнца, какой он старый, как отекло лицо, какие синие губы, как он горбится в кресле. Маленький старичок. Маленький старичок. Только руки Корнея Ивановича прежние, молодые, куокольские. Но руки дрожат. Он схлипнул без слез и попросил принести из кабинета бумагу и конверт, письмо Зинаиде Николаевне. Я принесла, хотела остаться возле, но он не позволил. Иди, иди, я сам. Я спустилась в сад, нарезала вишневых веток, целую охапку, и снова поднялась к деду за письмом. Он уже был выпрямившийся. Расспросил меня болезни о последних днях Бориса Леонидовича. Я рассказала то немногое, что знала от Асмуса. Взяла письмо, цветущую охапку, и туда. На Пастернаковской дороге, которая смеху ради называется улицей Павленко, я встретила Веру Васильевну Смирнову. Пошли вместе. Пустая дорога, яркое солнце, жара. Ворота распахнуты настиж. Бездом ей, ничейность, брошенность, осиротелость. Пустыня двора залита солнцем. Нас облаяли две собаки, одна маленькая, другая большая. Мы вошли в дом через левое крыльцо, никого не встретив. Постояли в прихожей. Ни звука, ни голоса. На полу ведро с водой, и в нем гладиолусы. Направо, в спокойной столовой на столе, большая ваза с цветами. Я толкнула дверь в комнату налево, в ту саму, где я говорила с ним в день исключения из Союза. Оглядевшись, не сразу поняла. Это он лежит на узкой раскладушке слева у стены, укрытой простыней. Вера Васильевна откинула простыню. Лицо искажено, уста запали. И глаза. Глубоко под лбом темные, черные, округлые веки. Я начала укладывать вдоль тела ветви, но тут вошла Берта Яковлевна Сельвинская и очень громко сказала нам, что класть цветы сейчас нельзя, и открывать лицо нельзя. Засунула мои веточки в ведро у двери. Я передала ей письмо для Зинаиды Николаевны, и мы ушли. Двор был по-прежнему пуст, но на дороге уже началось шевеление. Кто-то топтался у ворот, кто-то что-то фотографировал. Видела я только двоих, но спиной чувствовала, как тогда, что и поле, и дорога простреливаются незримыми взглядами. Вера Васильевна пересказала мне слух, которым мне противно марать свою тетрадку, будто из Союза к Зинаиде Николаевне приезжал Воронков, предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ. Союз профессиональных убийц. Так называл Союз писателей Булгаков. Зинаида Николаевна, к чести ее, отказалась. На следующий день, 1 июня, священник Переделкинской церкви, преображение Господня, отец Иосиф, совершил над покойником у него в доме обряд отпевания. Дед снова слег. Опять вызывали врачей, терзаясь телефоном. Я думаю, новый спазм, потому что головокружение и тошнота. Кляну себя. Вечером я пошла к Ване в дом творчества. У ворот мне встретился заплаканный асмус. Минутку мы посидели рядом на скамье. Видел он у Пастернака в последний раз 6 мая, накануне инфаркта. Борис Леонидович жаловался на боль в левой лопатке. Но это не сердце, говорил он. Скорее легкое, рак легкого. Асмус думает, это была саркома. Очень быстро она развилась. Легкие печень, желудок. Умирал Борис Леонидович в сознании. Прощался с домашними. Женей, Стасиком, Леней. За несколько часов до смерти сказал Зинаиде Николаевне, что ж, конец, и нам пора проститься. Асмус ушел от них в 11 часов вечера и еще слышал из-за двери его голос. 1 июня 60-го. Переделкино. Утром. Как бы узнать их имена и выгравировать в назидание потомству на особой доске позора. В литературе жизни объявление. Литфонд с глубоким прискорбием сообщает о смерти члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака. Невелика честь принадлежать к ихнему и моему союзу. И сейчас, когда Пастернака уже нет, не все ли равно, член ли он союзы или всего лишь Литфонда. Но ведь это нарочно придумано в оскорблении почившему, в унижении славы России. Могли же они просто написать, извещая им о смерти Бориса Пастернака. 1 июня 60-го. Переделкино. Вечер. Часов в девять я снова к нему с цветами из садоводства. Пышные их красные и желтые головки я все-таки окружила белыми веточками вишен. Они ему ближе, родней. Никогда еще так рано не расцветали вишневые деревья на нашем участке, как в этом году. Он в той же комнате, где вчера, но уже не раскладушки, а выше, на столе, в гробу, весь в цветах. Кто-то рослый, я не разглядела, кто, вошел вместе со мною, зажег свет и оставил меня одну. Лицо другое. Словно он за ночь отдохнул немного от мучений и попривык быть мертвым. Спокойное лицо. На простыне в ногах красная роза, и я свои цветы положила к ногам. Вошли и стали у гроба двое. Я узнала их, рабочие городка. Один монтер, один водопроводчик. Хмурые робкие лица, озирающиеся, вглядывающиеся, пытающиеся понять. И я вглядываюсь и пытаюсь понять. На прахоронах будет толпа. Вряд ли я его увижу еще раз. Прощай размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный и творчество, и чудотворство. Написав эти строки, разве можно было дальше жить? Через двор меня проводила, и из-за ворота вышла вместе со мной Нина Александровна Табидзе. Я осведомилась, где Зинаида Николаевна. Да ведь она сдержанная, молодец, все сама, все на ногах. Он и сыновьям сказал, берегите мать. Перед смертью ее за все благодарил. Он всегда уважал ее, и никого, кроме своих, не пожелал увидеть. Его спрашивали, скажи, может быть, хочешь кого-нибудь позвать? Нет, никого не надо. Мы вышли за воротом. К нам присоединилась Зинаида Владимировна, сестра Тамары Владимировны Ивановой. Они обе проводили меня до шоссе. Он Ольгу, говорят, ни за что не хотел видеть, сказала Зинаида Владимировна. Очень ждал из Лондона сестру, но ей не дали визы. Пока не дали. Завтра, может быть, она прилетит. Ивинская усиленно распространяла слухи, будто родные Пастернака не пускают ее к нему. Асмус говорил мне, что Борис Леонидович вообще никого, кроме родных, видеть не хотел. Врач Литфонда Анна Наумовна, Голодец, дежурившая возле Пастернака, рассказала мне через полгода после его кончины, что родные при ней не раз настойчиво спрашивали у Бориса Леонидовича, не хочет ли он кого-нибудь видеть, не надо ли кого-нибудь позвать. И он постоянно отказывался, даже когда его спросили об Ольге впрямую. Евгений Борисович Пастернак объяснил мне, отец в самом деле отказывался видеть Ольгу, и хотя и писал ей письма, но этими письмами старался удержать ее на расстоянии. Не пытайся меня увидеть. Несмотря на то, что сестра Бориса Леонидовича, Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер, 1902-1989 годы жизни, узнав о тяжелой болезни брата, настойчиво добивалась разрешения приехать в Советский Союз, визы ей долго не выдавали, и она получила возможность приехать в Москву уже после похорон Бориса Леонидовича. О Динаиде Владимировне я снова услышала то, что уже слышала ранее от Веры Васильевны насчет Воронкова и предложений поставить гроб в ЦДЛ. Если он всего лишь член Литфонда, то за что же ему такая честь? Но пути начальства неисповедимы. Субтитры создавал DimaTorzok